Уровнях связаны с проблемами и вызовами, с которыми она столкнулась после распада Советского Союза в качестве преемницы. Да и сам процесс распада стал для современного российского государства своеобразным шоком. Он потерял не только значительную часть территории, но и потерял политическое, экономическое и военное влияние на этих территориях. Поэтому это событие воспринимается большинством современных политических кругов России как эпохальная трагедия. Особенно раздражает им прозападная ориентация некоторых постсоветских стран и их стремление к интеграции ЕС и НАТО. Российская политическая элита в историческом и геополитическом контексте рассматривает постсоветское пространство как зону исключительного влияния. И перспектива расширения НАТО в этом пространстве для нее категорически неприемлема. По сей день, как во внешней, так и военно-политической доктрине Североатлантический альянс рассматривается как серьезная внешнеполитическая угроза национальным интересам России. В результаты этого сегодня мы остаемся буферной зоной России, исключительной зоной ее интересов. К сожалению, мы не сумели, подобно прибалтийских республикам, прорваться через российскую колониальную дугу и стать частью западного мира. Конечно, причина этого не только политической коварности России и инфантилизма Запада. Мы тоже виноваты, поэтому все еще топчемся на пороге русского мира. Следовательно, под угрозу поставлены наша свобода, суверенитет и демократия. Еще раз спасибо всем за участие и предоставляю слово Андрею Андреевичу Пьянтковскому. Андрей Андреевич. Спасибо, Абатану Амиран. Спасибо за добрые слова. Трудно было выбрать более подходящий момент для обсуждения поставленной сегодня на повестку дня темы. Мы находимся на пороге решающих событий как раз в процессе попытки повернуть ход распада Российско-Советской империи. Вот выдающийся русский поэт Чучев писал «Блажень, кто посетился мир в его минуты роковые». Его прислали и пригласили все благие как собеседника на пир. Вот не знаю, относительно пира я не уверен, а вот то, что мы переживаем сейчас, минуты роковые, связанные с агрессией России в Украине, это совершенно верно. Это важно не только для Украины, не только для постсоветского пространства, но и для всего мира. Пройдет ли дальше путинская агрессия при попустительстве Запада? Мы же привыкли осуждать мюнхенскую политику Запада в отношениях Гитлера. Но она, я вам напомню, продолжала всего один год. С сентября 1938 года до сентября 1939 года. И войну Гитлера объявило правительство того же Чамберлена, которое является символом мюнхенской политики. Мюнхенская политика Запада по отношению к Путина продолжается уже 13 лет. С агрессией в Грузии в 2008 году до нашего времени подошла вот к тому, так называемому inflection point, поворотному пункту, о котором говорил Байден в своей речи на мюнхенской конференции. Вот мысли нашего уважаемого ведущего о имперском сознании, имперском безумии определенных кругов России заставляет меня вернуться на 30 лет назад и сделать маленький исторический экскурс. Вот о происхождении вот этого российского имперского сознания. Вот на наших глазах мы все прекрасно помним 90-91 год. Распад двух коммунистических империй. Малой Югославской и Большой Советской. И как по-разному они распадались. В Югославии все это тогда привело к кровавой войне, которая продолжалась лет 10, десятки, если не сотни тысяч погибших, разрушенные страны. А в России в 91-м году Советский Союз был распущен максимально мирным способом сначала в Беловежье на встречу трех президентов, а потом официально на 25 декабря в Алмате. Почему это произошло так? По-разному. Ну, были очень разные руководители у сербов, руководители сербского народа Милошевич, у России Ельцин. Но дело не в личностях, а дело в том, что они отражали ментальность своих народов. Но, к сожалению, большинство, большинство значительное сербского народа воспринимало потери Югославии как своей сербской империи именно как трагедию. И за Милошевичем шло в эти кровавые войны большинство сербского населения. В России все было иначе в 91-м году. Вы помните, когда вот это имперское чекистское ядро Советской империи впервые прибегало к крупной вооруженной акции? Ну, первое ее выступление было в Тбилиси в апреле 89-го года. Но наиболее решительное – это в январе 91-го года в Вильнюсе, где погибло 13 человек, был захвачен телецентр. По существу попытка военного имперского переворота. Какова была реакция русского общества и русских руководителей? Я был участником грандиозной демонстрации 13 января 95-го года. Это самая большая демонстрация в истории России. Там присутствовало до миллиона человек. А руководитель российского государства Ельцель, он вылетел в Прибалтику, поддержал все прибалтийские страны и подписал с ними соглашение о фактическом признании Российской Федерации, тогда как частью Советского Союза, их независимости. Таково было. Никакое имперское безумие, оно было характерно только для части элиты, для тех организаторов побоища в Тбилиси, а потом в Вильнюсе. И второе проявление настроения общества народа – это после Беловеческого соглашения имперские силы в Москве призвали к демонстрации протеста против утверждения Беловеческих соглашений Думы. Они были утверждены почти единогласно. А на демонстрацию протеста на ту же Манежную площадь, где несколько месяцев назад, миллион людей демонстрировали в поддержку Литвы, пришло 200 человек. Вот вдумайтесь в эти сравнения. Российское общество не было поражено этой имперской болезнью. Она была характерна только для узкого круга советской элиты. Понадобился чекистский ползучий переворот и приход к власти Путина через 10 лет, и затем максимальная промывка мозгов через средства массовой информации, чтобы, опять же, ни в коем случае не большинство, но все-таки значительно определенная часть общества, я скажу так, была увлечена этим имперским безумием и согласилась с тезисом, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой. Путину и чекистам удалось навязать ремейк распада Советского Союза, ремейк по-югославски через 20 прошедших лет. И вот сейчас успех или неудача этого ремейха приближается к решающему испытанию в Украине. Вы вспомните речь Путина, крымская речь, триумфалистская после подсоединения Крыма. Это был полный ремейк судетской речи Гитлера. Я даже тогда высказал гипотезу, я серьезно об этом думал, что, может быть, просто его ленивый спецрайтер переписал речь Гитлера в Рекстаге, заменив там судеты на Донбасс и германский рейх на русский мир. Все те же дословно концепции, основные концепции внешней политики Германии 30-х годов прошлого века. Разделенный народ – это основной мем Гитлера. Нам впервые в этой речи было произнесено, что мы русский разделенный народ, мы должны объединять под флагом русского мира утраченные территории. И было заявлено не только право, но и обязанность российского государства защищать по всему миру не только российских граждан, но и всех русскоязычных, а там в разных редакциях этих тезисов, вплоть до потомков всех жителей, подданных Российской империи в 19 и 20 веке. И вот, к сожалению, мир не понял нового Гитлера. Не понял нового Гитлера до сих пор. Дело ведь, понимаете, я уверен, что мне зададут этот вопрос, я подробно на него отвечу о возможной реакции в Соединенных Штатах на военную эскалацию, которая неизбежна просто. Вот то, что мы сейчас наблюдаем же, давайте посмотрим на российскую пропаганду, это ползучий гляевец, классический немецкий гляевец. Нам каждый день со всех пропагандистских каналов все более высокопоставленные российские дети кричат о том, что не сегодня-завтра полчища бендеровцев фашистских нападут на невинное население Донбасса, и Россия вынуждена будет давать отпор. И они подробно, с большим вкусом и удовольствием описывают, какой опор они будут давать, как будут бомбардироваться украинские города, какие ракетные удары будут наноситься по Киеву. Кстати, завтра, я говорю об актуальности даты, завтра, 15 марта, в Белоруссии начинаются маневры российско-белорусских двух диктаторов и сил специального назначения. Мы прекрасно знаем, как началась грузинская война с маневров Южного военного округа. То есть мы переживаем, еще раз подчеркну, ключевой момент в мировой истории. Конечно, украинская армия сегодня существует, в отличие от 2014 года, и существует украинское государство. И в последние дни буквально субъектность этого государства резко усилилась. впервые за 7 лет войны руководство решило наконец ликвидировать пятую колонну внутри страны, прежде всего его информационную составляющую. Вы можете представить себе, как бы окончилась Великая Отечественная война, если бы в Москве люди слушали не Левитана из своих непродукторов, а три или четыре канала руководимых Геббетсом. И это продолжалось... Это очень точное сравнение, кстати. Да, и очень точное. Буквально, буквально это пропаганда, причем при наличии вот той, о которой мы говорили до начала встречи, примерно 15% части населения, сочувствующие этим настроениям, это смертельная опасность для украинского государства. Вот в эти роковые дни истории мы живем, и очень правильно вы сделали, что собрали нас для того, чтобы обменяться мнениями по самому важному, как мне представляется вопросу, мировой истории. Спасибо, Андрей Андреевич. Действительно, действительно, это так, и мы вас очень благодарны. Во-первых, потому что нас, как я сказал, упомянул, основная часть наших слушателей, это наше новое поколение, наши студенты, которые должны слушать то, что вы говорите, и то, что есть настоящая истина. Ну, вы нам сказали о том, что было, да, и что происходит на данный момент. Для нас сейчас очень важен такой вопрос к вам. Президент Байден сказал всему миру, что Америка вернулась, да, это его такие коронные слова. Его заявление было встречено аплодисментами его союзников по всему миру. Вы, так сказать, находитесь в епицентре событий, и поэтому никто лучше вас не может нам сказать, насколько реальны обещания Байдена, и насколько это так. Спасибо за самый важный, мне кажется, в сегодняшней ситуации вопрос. Да, Байден таким мемом своего выступления на Мюнхене сделал Америка Камбэк. Знаменитые слова Маккартера, когда он сказал, покидая Филиппины в 42-м году, сказал, что я вернусь. Но не все на конференции приветствовали это возвращение. Вы, к сожалению, я должен вас поправить относительно союзников, аплодировавших. Был такой союзник Макрон, который практически выступил полностью противовес Байдену. Основное содержание он, своего выступления на той же конференции, буквально через несколько минут после Байдена, он посвятил критике НАТО как устаревшей организации, повторяя все тезисы предшественника Байдена Трампа, рассказал о своих планах строить какую-то новую архитектуру безопасности Европы, независимую от Соединенных Штатов. И даже дословно, я вот запомнил сейчас, попытаюсь воспроизвести точно, да, он сказал, политика Запада пренебрежительного отношения к путинской России провалилась, и мы должны искать новые пути взаимопонимания с Путином. То есть практически это полная капитуляция. Макрон повторил практически слова своего предшественника Петена, который говорит, политика пренебрежения Германии и Гитлера провалилась, и мы должны искать новые взаимопонимания. Но Петенец сказал, когда немецкие танки входили в Париж, а что заставляло Макрона произносить эти слова сразу же здесь в противовес выступлению лидера свободного мира, появившегося на мировой арене после четырех лет отсутствия, когда кресло президента Соединенных Штатов и лидера свободного мира практически пустовало. Я не знаю, какие там каналы влияния имеет Путин, имел на Трампа, имеет на Макрона, но то, что на Макрона и в общем-то и на Европу нам, людям на пост, западникам, людям свободного мира на Западе надеяться не на что. Намного лучше и отношение к той же Украине Макрона у Меркель, но и та больше интересуется делами хозяйственными, как такая хозяйственная, как немецкая домохозяйка, и больше всего она интересуется завершением северного потока. То есть единственная сила, которая может противостоять агрессору, это, конечно, Соединенные Штаты. И в речи Байдена содержалось много многообещающие пассажи по поводу Украины. Он не просто сказал, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для Соединенных Штатов. Это, в общем, банальные фразы, которые все производят. Он построил выступление наше, он сказал «standing up for», выступление за, в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Это жизненно важно для Соединенных Штатов. И я объясню, почему. И я уверен, что Байден это прекрасно понимает, так же, как большинство американского политического класса. Ведь сейчас дело в вопросе, поддержат ли Соединенные Штаты Украина в случае агрессии. Ну, когда речь идет о поддержке, речь идет не о том, что американцы прошут военные дивизии сражаться на Донбассе. Но в этом нет необходимости. Военную работу на Донбассе может выполнить и украинская армия, защитить страну от дальнейшего продвижения. Есть громадный спектр возможностей оказать поддержку этой поставки любого вооружения, этой политической, рипломатической и уже не так называемой санкции, а настоящая экономическая война. Это и отключение от СВИФТа, это аресты этого русского триллиона, это и нефтяной эмбарго, что угодно. Спектр возможностей чисто экономических, способных остановить вообще жизнедеятельность российской, не только военной, но и любой экономической машины у Соединенных в Соединенных Штатах имеется. Почему я уверен, что американское руководство на это пойдет? Потому что речь идет не о том, речь идет не о безопасности Украины, о защите слабого против сильного, о поддержке ценностей европейской. Речь идет о безопасности Соединенных Штатов. А к этим вопросам американцы относятся очень серьезно. Представьте, что Путин достигает успеха военного. Ну, выполняют, по крайней мере, эту программу минимум, которую они не скрывают, а которую они орут каждый день на всех экранах. Это взятие Мариуполя и оккупация всего Донбасса, то есть Луганской и Донецкой областей в их пределах. Одесса. А дальше, дальше уже водичка в Крым и так далее. Там уже не остановить. Это означает, я думаю, все вы со мной согласитесь, полное падение любой системы безопасности в Европе. Если в Европе Путину разрешают после семи лет уговоров, разговоров, санкций, переговоров в агрессии, ему разрешается совершить еще один крупный шаг в агрессии, это означает, что вся европейская система рухнула, особенно если Европу представляет такое деятель, как Макрон, который уже капитулировал перед Путиным, но это еще не все для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты подчеркивают во всех своих диктринальных документах, и Байден в своей речи, что Путин это так, мелкий хулиган, разразличие для них, дэмэдж, как они говорят, а вот райвел, райвел настоящий, который бросает экономический и впервые в истории технологический вызов, ведь это громадное историческое событие, впервые за последние 500 лет нашлась цивилизация, которая бросила технологический вызов Западу, намеряно обойти его технологии в цельно-сонном развитии, вот это основной райвел, но как он может создать систему безопасности в Азии, опираясь на совершенно естественных союзников, которые также обеспокоены экспансией Китая, это такие великие державы, как Индия, Япония, Австралия, Южная Корея, у Соединенных Штатов достаточно союзников в Азии, чтобы, но каково будет крадебилет у Соединенных Штатов, кто им поверит в Азии, если они отступят перед каким-то мелким гопником в Европе, разрушится вся система союзов Соединенных Штатов не только в Европе, но и в Азии, поэтому это понимает так называемое глубинное государство американское, которое так ненавидел Трамп, которое так ему сопротивлялось в предательстве интересов Запада, это глубинное государство прекрасно понимает, что вопрос стоит так, или поражение Путина, или уход Соединенных Штатов из мировой истории навсегда, и на это американское руководство никогда не пойдет, хотя в Вашингтоне имеются и такие же мюнхенские деятели, которые пытаются ставить палки в колеса новому курсу Байдена, но ставки настолько высоки, что я не могу себе представить, чтобы Соединенные Штаты в случае путинской агрессии отказали в максимальной поддержке края. Прежде чего, в силу своих интересов, еще раз подчеркну, успех Путина в его агрессии означает уход США и Запада в целом в мировую историю. Иван, может короткий вопрос Андрею Андреевичу? Ну, вопроса у меня как такового нет, уважаемый Андрей Андреевич, но я хотел бы тут подметить одну вещь насчет Макрона и Франции. То, что Макрон выступает против НАТО во главе США, это не ново для Франции. Франция продолжает традицию Франции, которую начал еще Деголь. Такой вот Демар, что Франция может решать проблемы и без Америки. И это видно во всех их выступлениях. Они как бы недовольны тем, что Соединенные Штаты это страна, держава, которая задает характер внешней политики и исходя из этого Макрон, я всегда говорил про Макрона, пока Макрон не встречается с какими-нибудь другими лидерами, о нем никто не вспоминает. И вот он хочет как-то себя показать и в этом случае. Ну, надеюсь, что Франция в этом меньшинстве. Ну, это вы верно подметили. Это их комплекс Grandeur de France. Когда Франция после Второй мировой войны потеряла статус великой державы, то Деголь нашел такое психотерапию. А давайте все время говорить Grandeur de France. А в чем конкретно Grandeur de France? А всегда противостоять Америке. По любому поводу. Ну, вот и Макрон продолжает. Это историческое предустояние. Но, к сожалению, подобные настроения недостаточно широки в Европе. Ну, в любом случае, Европа сегодня это... Вот говорят НАТО. Что такое НАТО сегодня? Это Соединенные Штаты и несколько государств. Литва, Эстония, Латвия, Польша, Великобритания, возможно, Румыния. Вот это ядро НАТО, которое готово оказывать сопротивление путинской агрессии. Ну, и, конечно, решающая сила здесь принадлежит Соединенные А все остальные европейские члены НАТО, они так же, как и французы склоняются к капиталю. Ну, вы прекрасно это знаете в своем регионе. Да, ну, Румыния, кстати, тоже как бы на очередь из-за своего порта Констанции, поэтому больше внимания Соединенных Штатов относится к Румынии. Ну, вот я перечислил всех союзников Запада Европы. Хорошо, могу я один вопрос? Конечно, потом я хочу начать свой разговор с того, что Батону Нукли сказал. Он охранял вас как борца, который борется за Россию. Но в российской истории были периоды, как заметил историк Янов, известный историк Янов, что прежде объявлены предательными врагами России такие личности, как Герцен, Блеханов. Ну, последний раз там говорили о Ленине, потом они стали как-то святыми. Понимаете? Я допускаю, что пройдет время, и все будет так, как положено человечеству и истории справедливости. У меня вопрос в том отношении, что я, допустим, очень хорошо понимаю политику России, особенно в 21 веке, хочу указать на то, что комплексно они в постсоветском мире всегда руководствовались национализмом. В этом национализме включено было самое основное, что я могу сказать, церковь и пересмотр истории. Вы, наверное, знаете, что пересмотр истории еще начался с 5-6 года, с 2005-6 года, и по сей день мозгов промывая, народ уже богостволит и, как вы сказали, Путина гитлером становится. Так что мы ждем, чтобы пересмотр истории со стороны европейских стран, допустим, таки стран, как Польша или, допустим, Украина, да, будет противостоять этому российскому нажиму на историю, пересмотру истории. Как вы видите, какой будет конец этого процесса, пересмотра истории? Ну, вот прошлый год принес очень много уроков. Они все свидетельствуют о потере в разных, совершенно в разных форматах потери влияния Кремля на постсоветском пространстве. Ну, вот считается, что протесты Белоруссии как бы сошли на нет, но никогда никуда не исчезло сознание людей. Белорусы осознали себя европейской нацией в массовом порядке совершенно. И власть Лукашенко долго не продержится. И самое главное, ведь все эти 30 лет на повестке дня стояло сценарий Аншлиса, сценарий объединения России. и Белоруссии. И как ни парадоксально, в истории ведь не бывает такой черно-белой картины, но вот такой отвратительный диктатор, как Лукашенко, он сыграл положительную роль, сопротивляясь попыткам, ведь его привели к власти кремлевские для того, чтобы срочно осуществить Аншлис. И после этого он 20 лет водил их за нос, издевался над ними, обещая, что он за них замуж выйдет не сегодня, то завтра и так далее. А за это время, между прочим, выросло белорусское национальное и государственное сознание, которое себя... То есть за Белоруссию можно быть совершенно спокойнее. И это грандиозное поражение. Украина. Ну, ясно, что ментально Крен потерял Украину навсегда. И вот это решающее столкновение, которое произойдет в ближайшие недели, может быть, дни, ну, будет завершением вообще, я не знаю, девяти столетий борьбы Киевской Руси с Ордой. По-разному, но Кремль потерял и все три Закавказские республики. Он же затеял это... Он же вот когда разразилась эта война, в чем был мотив российской пропаганды первой недели, причем формально союзник Армении. Основной мотив был наказать Соросенка Пашиняна. Тот интерес России в этой войне был наказать армянскую революцию. В результате Азербайджан вот пожалуй первая, ну кроме Прибалтики, бывшая Советская Республика, которая в результате полностью вышла из подкрыла Российской империи. Ну какие у ней будут складываться отношения с другой державой, это их внутренний вопрос, но Москва уже не управляет Баку. Я думаю, что после фактического предательства Армении своим величайшим геополитическим союзником так называемым можно только представить какое отношение к Кремлю в Армении. Ну что касается Средней Азии, то там давно уже господствует Китай, то есть где все эти результаты возрождения Российской империи, проразглашенные Путиным в его Крымской судецкой речи. Это последовательные провалы. Мы наблюдаем вот последние агонии Российской империи, но они могут быть очень опасными, учитывая фактор ядерного оружия в руках Путина. Поэтому еще раз повторю, будущее исход, он предсказать его стратегически легко, а вот как будет тактически проходить в ближайшие недели месяцы вокруг конфликта в Украине, это предсказать очень трудно, нужно не предсказывать, а работать в этом направлении, оказывая каждый на своем месте максимальную поддержку народу и армии Украины, которые сейчас сражаются не только за свою страну, но за нас всех и в общем за мировую историю, потому что еще раз повторю, поражение Украины, победа Путина означает полное поражение Запада перед авторитарными режимами. Так это будет воспринято на Западе и так это будет воспринято и на Востоке. Спасибо огромное, Андрей Андреевич, действительно за такой интересный речь, благодарю вас. У меня вот один вопрос Андрею Андреевичу насчет Владимира Путина и насчет его обнуления. Вот это его обнуление для внутренней политики России и для внешней политики России. Какую роль сыграла по-вашему? У него рейтинг снизился от этого или повысился? Или наоборот он приблизил свой конец этим обнулением? Я думаю, что это обнуление отражало внутреннюю борьбу в самом бункере на вершине российской власти. Вот вспомните события января, когда он вдруг неожиданно 15 января вырулился с изменением Конституции и так далее. Многие забыли, а какой был основной мотив, прозвучавший в его выступлении, обсуждавшийся в первые две недели. Это был мотив создания некоего нового органа Государственного Совета. И все говорили о том, что вот все это затеяли для того, чтобы Путин стал председателем Государственного Совета, а президентом был какой-то другой человек. А потом началось очень странное. Потом Путин начал собирать своих ближайших сторонников на всяких встречах и митингах и очень страстно доказывать. Ни в коем случае нельзя допустить в России двоевластие. Это гибель России и так далее. То есть шла борьба двух линий там внутри. Видимо, какие-то люди из его соратников в общем не сторонники Запада или наших ценностей, ну просто обеспокоенные может быть его уже психическим состоянием, предлагали ему вот занять такой декоративный пост руководителя Государственного Совета. Потом изменили Конституцию. Где Государственный Совет? Забыли о нем. Забыли. А вспомните еще драматический момент. Вдруг на заседании Думы выступает какой-то там спортсмен, борец, по-моему, Карелин, и говорит, вот, дорогие депутаты, мы как честные люди, мы должны же, раз меняется Конституция, давайте проголосуем, мы должны подать в отставку и пойти на новые выборы. Ну, это как бы следующим шажком было бы, естественно, ну, и президент должен делать то же самое. Так нет, вдруг Путин, который на два часа опаздывает на встречу с королевой английской и папой римским, прибегает, тяжело прихрамывая волоча, там, заднюю ножку с бумажками и рассказывает, что вот, давайте изменим Конституцию, чтобы меня можно было сколько угодно избирать. То есть определенное напряжение в верхушке существует, иначе и не было бы этих разговоров о транзите. И это напряжение, конечно, оно тоже как-то сыграет свою роль, но вот в ходе того военного конфликта, на развязание которых сам Путин или они все вместе или какая-то из этих группировок идет. Вот такое мое видение событий. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Андрей Андреевич. Вопрос можно? Да, конечно. Да, да, Спасибо большое. Очень хороший анализ был. У меня один вопрос. Вот когда Макрон где-то в 2019 набросился на Трампа, когда Трамп был президентом, насчет вопроса Сирии, Турции и будущего НАТО, я на Сианине слушала вот их как-то раздор, я помню, он сказал такую вещь, You go and look after your business, sir. Вот так он прямо сказал Трампу и конечно Трамп тоже ответил той же монетой и потом как-то они разошлись. Вопрос мой в чем? Играл ли Макрон игру Путина тогда и то, что из-за интереса имеют ли они право вот так официально на глазах у всех так набрасываться на друг друга и такой вопрос решать в таком плане? Ну, что касается вот этой выходки Макрона по отношению к Трампу, это уже вот коллега правильно заметил. Это проявление вот того же Грандор де Франс все время. Помните, как Деголь всегда хулиганил военную организацию НАТО из Парижа в Брюссель? Но вот более интересная часть вашей вопроса о его связи с Путиным. Вот раз уж вы так наблюдаете за Макроном, наверное, вы помните, удивительная была одна из первых пресс-конференций совместных Путина и Макрона в Париже после избрания Макрона. Кстати, Путин работал полностью против Макрона, давая деньги всем его конкурентам, но прежде всего этой фашистской Ле Пенше. Вот. Так на той пресс-конференции Макрон вел себя невероятно. Он просто размазал по стенке Путина. Вопросы были о свободе слова, о деятельности этой симоняновской организации РТ. Никто из западных лидеров так не вел себя по отношению к Путину. Это всем были замечены. Никогда Путин не подвергался такому публичному унижению на встречах западных. Обычно он унижал западных лидеров, но классический пример, если помните, позорная встреча в Хельсинки Трампа и Путина. Каким уничтоженным и униженным выглядел Трамп на пресс-конференции. Представляю, что там Путин с ним выделывал в кабинете, какие документы он ему показывал. Так вот, через несколько месяцев поведение Макрона полностью на 180 градусов изменилось. И так было с каждым французским президентом. Вы имеете в виду, что Путин поработал над этим? Путин со всеми Саркази пришел к власти. Он обвинял Ширака как раз в антимир... Его даже назвали Сарко Американо. Он против обвиняя Трампа Ширака в его антимирканизме и в угонщице перед Путиным. Но потом была какая-то встреча наверное тоже вы наблюдательны за международной повесткой дня. Какая-то большая восьмерка где-то они в шатрах каких-то встречались. У каждого там был шатер. И вот Путин посетил Шаркази в его шатре один на один. И когда Саркази из этого шатра вышел, это был уже совершенно другой Саркази. Он совершенно униженно заискивал. Ну это же с 45-го года. Ведь это блестящее активное мероприятие товарища Сталина было. Он же встречался с Деголем в 44-м году. Ведь англичане, американцы они очень пренебрежительно относились к Деголе. Но Сталин притащил Деголев из Швы Франции на стол победителей во втором помните знаменитую фразу Келькина, которую подпишут «И вы нас тоже победили». Да, такая фраза легендарная. Да, Сталина бы им нужно сейчас. Так что вот с тех пор с товарища Сталина установлены очень такие плотные каналы влияния на французский эстеблишмент и в этом отношении Макрон продолжать традиции. То есть вы имеете ввиду, что этот hate language и агрессия такая явная на глазах у всех, это просто они играют в игры? Ну, почему? Они искренне вот Grand Orde France. Мы же такое же безумие, как вот российские имперские комплексы. Путин не то, там российская элита, она не только играет, они и так чувствуют, но это величие России. Ну, Россия же мечтала там крест над Святой Софией, проливы, Константинополь, Стамбул и так далее. Но я еще раз хочу подчеркнуть то, что я немножко затронул. Вот это имперское бешенство, оно характерно как раз для высших слоев российского политика. оно иногда транслируется после силы, там, если вас 24 часа зомбируют, то оно переносится как-то и в массовое сознание. Но очень неустойно, это характерно такого вот имперца сербов по отношению к их соседям. Не было. Да я, ну, и, наверное, будем заканчивать, просто не имея права такую долю времени знать. последний факт. он нам очень интересен. Я хочу у нас последний аргумент, все-таки, в защиту русского народа, которому я принадлежу. Ну, вот, возвращаясь к тому же 91-му году в Прибалтике. Помните, весна 91-го года, ну, еще Советский Союз, Горбачев, все прибалтийские страны проводили референдум о независимости. Он ничего не давал юридически, потому что все это было еще внутри Советского Союза, но моральное и политическое значение он был огромен. И вот нужно было как бы получить две трети голосов за независимость, чтобы претендовать. И вот в Литве и в Латвии и Эстонии, где была очень большая российская комьюнити, невозможно было получить это большинство без голосования русских. Так вот, и в Латвии и в Эстонии большинство русских голосовало за независимость Латвии и Эстонии. Вы можете представить себе, скажем там, сербов в Хорватии, голосующих за независимость в Хорватии, или французов там же аужили, голосовавших за... И это была громадная поддержка дела независимости Латвии и Эстонии. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти идеология агрессивного имперства, она не является национальной идеологии русского народа. Это характерно вот для так называемой имперской элиты, которая чужда самому русскому народу. Ну и вот позвольте мне на этой ноте закончить выступать. Хорошо, огромное спасибо, Андрей Андреевич, еще раз и с вашего позволения, дорогие участники, мы перейдем к следующему гостю. Владимир Копчак, вы на связи, да? Владимир? Гадать с хвостом. Хорошо, Владимир. На связи, на связи, на связи. Очень хорошо. Владимир, мы все слышали сейчас разговор Андрея Андреевича и я хочу продолжить в том же духе. Цитата. Путин пытается ослабить европейский проект и наш альянс НАТО. Он хочет подорвать расатлантическое единство и нашу решимость, потому что Кремлю намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем вести переговоры с сильным и сплоченным расатлантическим сообществом. Вот почему отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной задачей для Европы и Соединенных Штатов. Это слово Джо Байдена, мы все знаем, которое он произнес на последней Милхенской конференции. Сейчас такой вопрос, понимаете, да, однако было время, когда Украина и Грузия упоминались в одном контексте. Вспомним хоть саммит Бухариста в НАТО, НАТОвский саммит Бухариста в 2008 году. Но, как мы видим, времена изменилась, изменилась и стратегия тоже. Мы понимаем, что Украина напрямую граничит с Европейским Союзом, но Грузия, это же Черноморская страна и ключ к Южному Кавказу. Как вы думаете, с какими процессами мы имеем дело и почему мы отошли на второй план? Вы находитесь в Тобелесе и вы в курсе тех событий, которые вокруг нас происходят и было бы интересно выслушать вас. Владимир? Коллеги, приветствую. Ну, реорганизаторы, низкий поклон за возможность опять выступить в такой уважаемой компании. Вот, касаемо вашего вопроса, ну, смотрите, я, ну, во-первых, почему Россия пытается, Кремль пытается разрушить изнутри и отдельных членов, и Евроатлантическое, и Европейское сообщество вместе, ну, понимаете, формат кремлевской власти в Российской Федерации, он просто не в состоянии сейчас предложить какой-либо позитивной повестки для объектов своей экспансии. Это надо понимать. Кроме лжи, шантажа, провокации, каких-то насильницких действий, экспансии и так далее, просто другого инструментария объективной у России не осталось. Дальше касаемо вашей преамбу вашего вопроса, я не настолько категоричен по двум моментам. Первый, не настолько черно-белым вижу это кино, что когда-то мы были в одном пакете, а сейчас якобы мы разбежались по сторонам. Ситуация имеет несколько, если немного, оттенков серого. Вспоминаем 2008 год, например, и здесь на самом деле пример того же Запада, того же НАТО и того же ключевых членов НАТО, о которых говорил Андрей Андреевич, это скорее пример слабохарактерности, потому что на самом деле и тогда, и сейчас мы наблюдаем то, что условный Запад, он никогда не был однороден и по отношению к Украине, и по отношению к Грузии в контексте их членства в Европейском Союзе или НАТО. Это такой первый момент. Такие, скажем так, как бы жестко не звучали такие определения, как Путин Ферштейеры, шрадеризация Европы, фрау Риббентропа, они появились на самом деле не на пустом месте. Что касается Евросоюза, здесь вообще с точки зрения перспектив вступления и, скажем так, сотрудничества по линии Тбилиси, Киева и Брюсселя, главная проблема то, что, опять же, господин Пианковский очень правильно сказал, не существует единой политики безопасности Евросоюза. Ее никогда не существовало, и вот эти потуги, скажем так, Франции или Франции вместе с Берлином, что можно строить какую-то ось безопасности без Соединенных Штатов, ну, они выглядят на украинском языке, есть такое слово жалюгидно, жалко по-русски, вот, если говорить в глобальном масштабе, вот, и отсюда и тупик, что, ну, например, такой формат как Восточного партнерства, который объединял шесть стран, вот, все из них в той или иной мере, даже Беларусь, имеют территориальные, если не претензии, то потенциальные проблемы, вот, это проект Восточного партнерства, он находится в тупике, в том числе и потому, что Европейский Союз не предлагает никакой повестки по решению территориальных проблем членов этого формата, вот, поэтому мы должны понимать, когда мы говорим о Европейском Союзе, о европейской политике безопасности, это прежде всего речь идет о Париже, о Берлине, вот, не всегда громко, оно очень глубоко и сильно участвует Лондон, но это уже не про Европейский Союз, но про НАТО. Вы вспомнили очень хорошо 2008 год, вот, ну, смотрите, тогда, по сути, шлагбаум на получение плана действия относительно членства в НАТО, Тбилиси, этот шлагбаум поставил Берлин, это хорошо известный конфликт между Вашингтоном и между канцлером ФРГ госпожой Меркель. И так далее. Но не менее интересные события происходили тогда и в Киеве, тогда Кремль активизировал всю возможную агентуру влияния в Украине, в украинском парламенте и не только, то есть тогда было известное письмо трех в Брюссель и так далее под этот саммит с просьбой предоставить Украине ПДЧ план действия относительно членства НАТО, когда там подписал премьер-спикер и президент Ющенко соответственно. Но вы не представляете, что творилось тогда в парламенте, что творилось тогда в Украине, в Севастополе и не только. Там запускались разные шарики синего цвета, НАТО не так и так далее. Там был такой интересный нюанс, что идеологам этой, скажем так, антинатовской кампании пропагандистской оказался такой тогда не сильно известный, а сейчас более известный Пол Манафорт, подчеркну, это 2008 год, который за очень хорошие деньги организовал все эти вещи. Эта стратегия сработала, это было подыграно, но там, я не знаю, Бог судит не за поступки, но за мотивы, но одним из мотивов, например, Берлина мог оказаться то, что вот посмотрите в украинской обществе касаемо вопроса членства в НАТО, в отличие от той же Грузии тогда, нету единства, давайте подождем, посмотрим и так далее. Подчеркиваю, это 2008 год. Сейчас на всех уровнях Столтенберг заявляет и так далее, что прямым текстом его и многих других бывших, нынешних высокопоставленных функционеров НАТО и не только, все сходятся в одной мысли, что тогда Альянс проявил, скажем так, слабо характерность, что если бы в 2008 году произошло бы по-другому события пошли бы, не было бы и августа 2008 года, и не было соответственно, там, 2014 года в Украине. То есть, это нужно, опять же, понимать, что никакого, скажем так, пакетного подхода, на мой взгляд, по отношению к Дебилиси и Киеву не было. Это не хорошо или плохо, это надо просто понимать в контексте того, что за нас, кроме нас, никто воевать не будет. И ситуация, последующие события только это подтвердили. То есть, потом, например, в августе 2008 года своей агрессии против Грузии был четко подан сигнал в логике Кремля, подчеркиваю, в логике Кремля, что мы можем действовать в том числе и таким образом. И в Украине это, опять же, скажем так, сработало, было два подхода, и я вам уже в прошлый раз выступал, что еще даже в ноябре-декабре 2013 года, я личный свидетель этого, что людей, которые на полном серьезе говорили, что на носу война с Российской Федерацией, и не говоря уже про восьмой год, что Украина следующая, но этим людям могли вызвать скорую помощь как тем, у кого не совсем все в порядке с головой. Это в таких условиях жила Украина в том числе. Далее, после 2014 года Украина подарила миру такое понятие, как гибридная агрессия, гибридная война и так далее. Можно сколько угодно говорить, что там, начиная от троянского коня, все войны мировые так или иначе в том или ином виде были гибридными, но именно в комплексном формате, по комплексности агрессии Кремля именно против Украины гибридный характер этот вопрос начали активно изучать, этот вопрос скажем так, он стал актуален и когда звучит понятие гибридной угрозы, гибридная агрессия в Вашингтоне, в Анкаре или в Пекине сразу ассоциации возникают с Кремлем и с Украиной как с объектом атак. И такая особенность еще произошла опять же относились ли к Украине и Грузии в пакете после 2014 года, не после молдавского кейса, не после грузинского кейса, не против других проявлений агрессии Кремля, именно после украинского кейса заработала, скажем так, санкционная махина Запада. Можно сколько угодно говорить, что эти санкции, они либо половинчатые, либо работают не так быстро, но как ни крути, они работают медленно, но уверенно. То есть предыдущий докладчик очень четко разложил, мне нечего добавить к тому, что в случае чего, как эти самые санкции, прежде всего, Вашингтон может усилить. Я не буду повторяться. И тут интересный момент с Грузией, потому что Грузии очень бы хотелось быть в пакете, чтобы санкционное давление на Кремль замыкалось не только на крымский кейс и на оккупацию Кремля и оккупацию части Донбасса украинского, но и, скажем так, по Абхазии и Цхенвальскому региону. Но тут есть, опять же, интересный момент. Грузии даже сейчас тяжело к этому пакету присоединиться, потому что с 2012 года Тбилиси была выбрана стратегия, которую можно охарактеризовать фразой «не дразнить Москву». Сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что данная стратегия работает плохо, использовались разные подходы, что, например, на государственном уровне с агрессором ничего, а там в экономике, культуре, туризме и так далее можно сотрудничать. Ну, точно так же, как и работает это плохо и точно так же, как победа в войне социальных миров, там, посмотрите на Батуми в сравнении с Сухуми, тут спорить не с чем, здесь Грузия выигрывает, но такой подход, скажем так, то ли половинчатый, то ли неконкретный по отношению к стране агрессоры, это при том, что я подчеркиваю, между Тбилиси и Москвой нет официально дипломатических отношений, вот, но количество сотрудников секции при посольстве Швейцарии, Российской Федерации, там, наверное, побольше людей работает, чем посольство Украины, там, не знаю, Беларусь и Казахстан вместе взял, это так просто к слову, к тому, что, например, скажем так, хуже, чем неправильное решение в секторе обороны и безопасности, может быть, только половинчатое решение, вот, еще такой интересный момент касаемо нынешних реалий, сейчас, наблюдая с позиции Киева, скажем так, с позиции Украины, по отношению Грузии, наблюдается очень интересная коллизия, вот, Андрей Андреевич приводил пример вот перед началом передачи, что еще две недели назад там в Вашингтоне звучали какие-то комплиментарные вещи по отношению к Тбилиси, там, в контексте евроатлантической интеграции и так далее, вот, да, две недели назад еще в том числе и в Киеве было на очень, скажем так, серьезном, экспертном медиа уровне звучало такие вещи, было за что ругать Киев, но Тбилиси выглядел чуть ли не маяком для Киева, там, что должен выглядеть таким неким маяком по как нужно, что вот на носу уже брюссельский саммит, будет дано ПДЧ и так далее, то есть была такая крайность, ну, я находясь в Тбилиси, мне казалось, что я что-то пропустил. После известных самых последних позиций, событий в Тбилиси сейчас у нас другая крайность, что все, Грузия своими руками, там, власть и так далее, не может найти консенсус с оппозицией, преследование главного оппозиционного лидера и так далее, что все, сама уже чуть ли не разрушила свои, там, евроатлантические, европейские, скажем так, перспективы. То есть тут другая крайность, к которой относиться можно по-разному, но даже, скажем так, вегетарианский или бескребетный Евросоюз зашевелился, вот череда визитов, о которых мы уже вспоминали, и Шарля Мишеля, и его представители и так далее, вот, говорит о том, что ситуация действительно серьезная. Вот, и тут теперь самый главный момент, что это происходит, это обычная внутриполитическая борьба, либо это шаги определенных сил, когда действительно что-то замаячило на горизонте по отношению к Двилиси, по отношению его, скажем так, ну, приближению получения то ли ПДЧ, то ли членства в Альянсе. Это самый интересный момент, и как будут развиваться события, мы скоро увидим. На самом деле, говоря, о перспективе вступления Украины и Грузии в НАТО, скажу непопулярную вещь, уже достаточно давно, на мой взгляд, это уже проблема не Киева и Тбилиси, а больше проблема самого, собственно, НАТО. Вот, а НАТО, НАТО, это, опять же, Соединенные Штаты, и мы будем ждать после конкретных заявлений, конкретных действий, скажем так, намеков, посылов, решительных действий из Вашингтона. Потому что, ну, каждый из нас может легко назвать спяток стран, которые на момент своего вступления гораздо меньше подходили под стандарты НАТО, и тем не менее, они были туда приняты. Вот, мы должны прекрасно понимать, что евроатлантическая интеграция Тбилиси и Киева в контексте отдельных игроков неоднородного Запада, они смотрятся исключительно сквозь призму их отношений с Кремлем. Это надо себе четко понимать. Теперь, поэтому я здесь, опять же, не соглашусь, что там Запад, Соединенные Штаты, кто-то отказался от Украины или от Грузии и так далее. Но тем не менее, опять же, банальную вещь повторю, что помогают исключительно тем, кто готов сам себе помочь, в том числе и в процессе противодействия агрессии. Ну, в завершении несколько слов по близкому мне региону Южного Кавказа. Главная угроза сейчас для трех, подчеркну, трех стран региона это на фоне того, что правильно прозвучало, Крем теряет позиции в регионе после известных событий. Но главная угроза для этих стран то, что, скажем так, в Кремле так не считают, если так можно сказать. То есть, я не говорю сейчас, что так именно будет. Вот, я просто попытаюсь объяснить логику Кремля своей интервенцией в третью из трех стран Южного Кавказа именно на территории Азербайджана своей интервенцией, своей новой военной базой в Карабахе. Вот, Кремль, по сути, на длинную своей модерации Карабахского конфликта создала обоюдоострый крюк и для Баку, и для Еревана. Это надо четко понимать. И проявление, скажем так, этой новой модерации, новой формации мы сейчас по разным, скажем так, признакам очень четко наблюдаем. Я думаю, это понимают и в Баку, и в Ереване. Дальше момент, известный после 10 ноября запуск инфраструктурных, транспортных, инфраструктурных проектов, которые в логике, опять же, Кремля должны быть исключительно под эгидой или там под зонтиком или под силовым контролем Российской Федерации. Под этот, скажем так, в рамках этих проектов Москва будет пытаться подтянуть, включая Грузию, под себя весь регион Южного Кавказа со всеми вытекающими, скажем так, рисками и вызовами нового порядка, особенно в свете того, что очень долго еще не будет решен вопрос безопасности касаемо окончательного разрешения через полновесный мирный договор вопрос о Карабах. Это тоже надо себе очень четко понимать. Далее этот регион, подчеркиваю, в логике Кремля по экспансионистской политике будет, скажем так, накладываться на некое новое интеграционное образование. Считалось, что при несуществующем де-факто УДКБ у Москвы есть базис в лице Минска, который очень сильно пошатнулся, соглашусь, с предыдущим докладчиком. Дальше остается Астана, и вот на эти вещи в логике Кремля должен нанизаться либо целиком, либо частично. Южный Кавказ должна в логике Кремля и будет продолжаться экспансия политически полностью перейти Украина в идеальном для них варианте, либо в усредненном хаос, плюс некий, скажем так, аннексационный сценарий для части Донбасса при снятии с повестки Дня Крыма и так далее. То же самое можно говорить о Молдове и так далее. Поэтому соглашусь, все только начинается. Нам ли не знать на Южном Кавказе, что отсюда Российская империя внезапно уходила два раза и чем это заканчивалось для региона. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Владимир. Пан Владимир, мы еще к вам вернемся потом. Для меня сейчас очень важно передать слово господину Рубену Меграбиану. Рубен, вы на связи, да? Да, приветствую вас. Приветствую вас, мой дорогой друг. Сейчас уже появился такой цепь, понимаете, продолжение и действительно ваше мнение сейчас на данный момент очень важно. Смотрите, Рубен, мы в Грузии наверное лучше всех знаем, что значит жить в состоянии постоянной конфронтации с Россией. Потому что весь этот период независимости так сказать мы провели именно в таком режиме. Совершенно иной случай Армения, которая наоборот все это время находилась в тесном партнерстве с Россией. Подводя итоги последних 30 лет, как вы думаете, что эти отношения принесли Армении? Будет ли вторая Карабахская война и ее последствия усугубить зависимость Армении от России или наоборот откроют новые перспективы с точки зрения внешней ориентации? И все же есть ли еще шанс того, что Армения пойдет на риск в кавичках и будет придерживаться прозападного внешнеполитического курса? И если да, тогда найдутся ли в Армении такие смелые прозападные силы? Вот этот комплект вопросов, на котором мы ожидаем от вас ответить, Рубен. Спасибо вам большое. Это вторая конференция, на которой я имею честь принимать участие и выступать перед уважаемой аудиторией, перед грузинскими друзьями, перед друзьями из других стран, коллегами, единомышленниками. Это взаимно. Спасибо. Спасибо. Я буду придерживаться именно вот заголовка нашей конференции которой звучит так, что постхолониальная политика Кремля на постсоветском пространстве естественно с определенным акцентом на Армению и армянские реалии. Итак, какова она политика Кремля на постсоветском пространстве на данный момент в качестве определения, это то, что Кремль проводит реализацию своей неоимперской стратегии по установлению своего безусловного доминирования на постсоветском пространстве, при этом, при этом, судя по риторике представителей Кремля, заявляет о том, что восстановление Советского Союза в прежнем виде невозможно. Но при этом такая политика проводится и тогда возникает вопрос, а зачем им это нужно. Мы понимаем, что постсоветское пространство на данный момент в безопасностном плане представляет собой серую зону. Вот вы задавали в вашем вступительном слове, что Грузия живет в состоянии перманентной конфронтации России тогда, как Армения в тесном партнерстве, но от этого эта серость в плане безопасности мало чем отличаются друг от друга. Мы видим, что уже 17 лет Грузия стоит в предбаннике Евроатлантического союза. Евроатлантический союз по факту не дает своего утверждения этих евроатлантических устремлений другие. Но насчет Армении просто достаточно посмотреть на карту и немного иметь представление о процессах происходящих вокруг нее. Теперь фонд, который международный такой фонд, который сделает возможным такую политику со стороны Кремля, это естественно общий такой глобальный кризис либеральной демократии. Когда именно такой фонд сделал возможный, чтобы авторитарные режимы, вот сегодняшние ефрейторы, как вот в 30-е годы, вдруг возомнили себя в качестве скажем так альтернативы либерально-демократическому мироповеду. И мы видим, что это создало вполне себе благоприятную почву для продвижения вперед разных политизированных и околополитических лиц этого просто маргинального нормальных условиях отребья. И мы видим фактически я это просто цитирую из доклада этого года, то, что содержалось в докладе Freedom House, что да, демократия сейчас отступает, авторитаризм за последние 15 лет фактически надвигается, наступает. И в этом отношении такие страны именно как Армения, именно как Грузия, они сейчас стоят перед вызовами реально исторического, если хотите, это не преувеличение экзистенциального ура. Каковы общие черты такой вот этой политики? Естественно, это то, что в 2014 году украинские специалисты и эксперты и политические деятели дали определение такому явлению гибридной войны. То есть война преимущественно невоенными способами. Преследует цель десуверемизации постсоветских стран, коррумпирование элит, деструкцию демократических систем. И во многом мы видим, что они и смогли преуспеть в этом отношении. Что в Армении произошла революция в 2018 году? В апреле, в мае это было антикриминальное, антикоррупционное, антиавторитарное, демократическое, народное революция, которое закрепило определенные достижения, которые на данный момент стали нишенью грубейшей дезинформации со стороны групп влияния прежнего режима, которые не скрывают не скрывают своей, скажем так, афилиации с определенными кругами в Москве. Конечно, это случилось не сразу. То, что сейчас мы имеем, это произошло незаоднительно. такова динамика армяно-российских отношений, начиная со дня независимости армяны. Я вот читаю такое вот крайне условное, я прошу обратить на это внимание, что это просто для облегчения понимания всего этого процесса, такое условное разделение, разделил на пять периодов отношений Армении и России. Первый период это такой период демократического романтизма с 91 по 98 и 99 год. Этот период завершился с терактом в парламенте Армении и с государственным переворотом, который в Армении произошел. Первый президент Армении Левон подал в отставку. Второй период, я тоже условно второй, это период мутации и вертикализации отношений Армении и России это 2000 и 2008 годы. За это время это был период когда экономически активы Армении переходили собственность России, причем при полнейшем попустительстве со стороны тогдашнего руководства посредством таких соглашений, которые, скажем, в 19 веке заключали британцы в африканских колониях. и этот период завершился трагическими событиями первого марта в Ереване и российско-грузинской войной в августе 2008 года. За этим следует период реально кризиса в этих отношениях, потому что то, что было на бумаге, то, что было в риторике официальной, на деле было совершенно другое, потому что от нас требовалось совсем иное, чем провозглашение. И этот кризис проявлялся тем, что это вызывало очень большое недовольство в армянском обществе и среди определенных сегментов политического класса в армянском. Этот кризис перешел в период турбулентности этих отношений. Начиная с 2014 года, начиная история с той истории одной ночи 3 сентября 2013 года, когда президенту Армении Сержу Сарксену в Москве сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. история с известным антигероем Марио Пьюзо, когда Армения отказалась от уже наработанного соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это было показательное избиение в назидание Украине. и такое же предложение было сделано в Украине три месяца спустя, потом в эту историю уже знают. Это уже Майдан, это уже Крымская, да, это и расстрелы, причем эти расстрелы на киевских центральных улицах происходили по тому же почерку, что и расстрелы 1 марта в Ереване. Это был тот же почерк, та же школа, если хотите. Этот период турбулентности, который я так назвал, опять-таки условно, я снова обращаю ваше внимание на полную условность вот этих моих определений. Этот период турбулентности приходится вот с 2014 года, как раз с того момента, когда против России ввели санкции, первую порцию санкций именно по причине присоединения Крыма, пошли затем другие пакеты санкций и фактически с тем периодом, когда в принципе и вот как я назвал первый период периодом демократического романтизма, такой же период демократического романтизма был между Россией и западом. И фактически с 2014 года уже как бы официально конфронтация России с западом становится главной доктриной политики коренда. В сочетании с той политикой, которая в заголовке нашей конференции, этой постполониальной политикой на пустоветском пространстве. То есть это идут два параллельных строительства. Так вот этот период турбулентности можно считать завершенным уже в ноябре 2020 года, когда завершилась вторая Карабахская война с известными итогами. Завершилась трехсторонним заявлением и сейчас начался новый период, который я тоже условно называю периодом неизвестности. Но на данный момент мне он таким представляется. Что касается того, что происходит сейчас в Армении в этом отношении, естественно Армения сейчас пытается и будет пытаться выпрямить спину, Армения будет пытаться нормализовать ситуацию в стране, Армения будет пытаться держаться за демократические достижения, которые имеют место быть с бархатной революцией 2018 года и провести путем проведения внеочередных парламентских выборов сделать рестарт политической системы. Именно такой демократический рестарт. Что касается того, есть ли шанс, что Армения пойдет на виск, вот вопрос моего коллеги и друга господина херцудьями и будет придерживаться, как он дал, определение прозападного внешнеполитического курса, вы знаете, как Армения может быть либо демократической, либо армянской государственности не будет вообще. Я думаю, то же самое можно сказать и про груди. И это не потому, что вопрос вкуса, а потому, что у нас страны такие именно та ткань, которая составляет нашу государственность имеет такую специфику и это является во всяком случае для меня и по моему глубокому убеждению непреложным фактором. Что касается прозападности, сейчас самое важное это способность способность к суверенным решениям, то есть способность к решениям, которые реально вытекают из наших интересов. Понятно, что при том международном фоне, который я так вскоре записал, естественно, нам от нас потребуется очень много стараний для того, чтобы не стать полем конфронтации, скажем так, новым театром геополитического противостояния разных силовых политиков. Конечно, то, что сейчас в Соединенных Штатах сменилась политика, реально она сменилась, и причем авторитаризм провозглашается как угроза, это наступление авторитаризма считается угрозой безопасности Соединенных Штатов. Мы разделяем такую такой настрой и такой подход. Для нас это тоже угроза. И да, это обнадеживает, но в то же время мы должны понимать, что у нас очень большое домашнее задание, которое за нас, как мой предыдущий оратор и мой друг господин Копчак отметил. Да, у нас очень большое домашнее задание, это вместо нас никто делать не будет. Это тоже нужно понимать. Поэтому в этом отношении реально от нас потребуются просто нечеловеческие усилия, хладнокровие, оптимизм, такой исторический оптимизм, оптимистичный взгляд на будущее, ну и конечно повседневная работа по лица и скажем так, исключение каких-либо самообманов. Вот это тоже самое главное. тех видов обмана самым опасным является самообман. Это и губит нас, кстати, и не только Армения и Грузия, но все постсоветское пространство республики самообман, только самообман. Рубен, к нам такой вопрос, Негин Минасян из Еревана задает такой вопрос, ну в принципе мы все отвечаем на эти вопросы, но я должен все равно сказать, постсоветские государства, что могут противопоставить постколониальной политике Кремля? Очень коротко ваш взгляд, еще раз, если можно естественно сказав А, нужно сказать и Б. Значит, естественно, мы распрощаться с нашей независимостью не собираемся, с нашими свободами распрощаться тоже не собираемся, и естественно, все ценности, которые стали и являются нашими, они не являются и не будут являться предметом торга, это вопрос нашего существования, это нужно понимать, это во-первых. Это все красные линии, то, что вы перечислили. Второе, в свое время, как раз после Российско-Грузинской войны, была придумана очень хорошая программа, программа под названием «Восточное партнерство Европейского Союза». Это, конечно, Европейского, это, конечно, программа Европейского Союза, но я склонен рассматривать философию этого партнерства намного шире. Наши отношения, к сожалению, сейчас являются просто жертвой дезинформации, жертвой самых, что ни есть, идиотских стереотипов. И фактически делается очень мало для того, чтобы в рамках этого «Восточного партнерства» все страны, которые являются членами этого партнерства, чтобы налаживали эти отношения друг с другом именно на общей ценностной основе. Я это хочу подчеркнуть. на ценностной основе. Да, потому что как не смотреть на все, на наше прошлое, на наше настоящее будущее, мы страны и нации одной судьбы. И стало быть, наше будущее тоже во многом взаимосвязано. Хотим мы того или нет, понимаем мы это или нет, обращаем на это внимание или нет. Но да, это от нас тоже потребит определенных усилий. И как раз вот почему еще раз мою благодарность моим грузинским друзьям, в частности господину Хестуриану лично, за организацию именно вот этой площадки, на которой мы уже во второй раз встречаемся, обсуждаем разные вопросы с разных позиций, с разных столиц, скажем так, да, именно для лучшего понимания друг друга. Именно для лучшего понимания друг друга и для того, чтобы это понимание наконец пришло, что нам что-то нужно делать вместе так же, потому что этого требует фундаментальные наши национальные интересы. Спасибо. Спасибо, Рубер. Спасибо. Микола, Микола Полевой, пан Микола, вы на связи? Да, я на связи. Спасибо. Приветствую вас еще раз, пан Микола, и вам передается слово. Благодарю вас. должен сказать, что мне, как и моим уважаемым предшественникам, очень приятно присутствовать на этом, на этой встрече, и я благодарен Амирану за организацию этой встречи, я надеюсь, что действительно она и дальше будет переходить в разряд постоянных, и мы будем иметь возможность меняться мнениями. В данном случае, если позволите, я вернусь к отдельным сюжетам, связанным, собственно, с главной проблемой конференции нашей встречи, собственно, с содержанием политики, постполонарьной политики Кремля. Вот с моей колокольни мне представляется, что эта политика все так же исходит из, в общем-то, уже определенных предшествующими докладчиками мотивов, из мотивов отношения к окраинам бывшим советским, как к своей собственной территории, и я хотел бы обратить внимание на то, что слава Богу, Российская Федерация недостаточно сильна, чтобы в сложившихся условиях все вопросы решать вооруженной силой, и поэтому действительно на первый план выходит как раз информационное оружие, и насколько мне видится с одесской колокольни, это информационное оружие включает два инструмента, допустим, по состоянию начала 21-го года. Может быть, они покажутся странными, но вот таковы мои наблюдения, я постараюсь их обосновать. Во-первых, это эксплуатация советской ностальгии, того же единственного, что нас объединяло когда-то, ну, того, что является бесспорным, допустим, для людей старше, там, сорока и выше. И второй сюжет в рамках этого информационного оружия, второй инструмент, это, в общем-то, продвижение, ну, скажем, массового культурного продукта. Опять-таки, понятно, что оба эти сюжета чуть сложнее продвигать в странах с языком более далеким от русского, но, тем не менее, мы понимаем, что и мы сейчас на нашей конференции говорим на русском языке, и, в общем-то, я ловлю себя на мысли, что, наверное, будет большим достижением, если мы через год или через два перейдем к интернациональному языку английскому, ну, уже вторая часть будет, допустим, все так же грузинской. Но вот на что я должен обратить ваше внимание. Начиная с 2021 года я провожу регулярный мониторинг, то есть, раньше они были спорадические, от всех фейсбучных пабликов крупных Одесского региона, и, в общем-то, замечено следующее, что на протяжении всего периода мониторинга сохраняется совершенно постоянный процент пропагандистских материалов. То есть, пропаганда пророссийская, содержащая прежде всего сюжеты ностальгии по Советскому Союзу, она присутствует в одинаковой доле. Да, она небольшая, это доля 2-3 процента, то есть, в общем-то, она незаметна, именно поэтому эти паблики там не закрывают, допустим, власти, так как это происходит с телеканалами известными. Но получается так, что в рамках этой пропаганды, повторяю, постоянно регистрируемой, на постоянном уровне, процентов 70 составляют как раз материалы советской ностальгии, красивые фото, воспоминания о колбасе по 2,20, вкусное мороженое, сладкое детство, все остальное, да, и и что опасно, что на самом деле постоянно сохраняется высокое взаимодействие читателей с этим материалом. То есть в среднем в 5-6 раз более активно, чем взаимодействие, имеется в виду лайки, перепосты, комментарии, то есть где-то в 5-6 раз активнее, чем взаимодействие со всем остальным контентом взаимодействуют с этим материалом. То есть так навскидку получается, что действительно на юге Украины Россия все так же охватывает своей мягкой пропагандой около 15-20% населения. И вот здесь важен момент как раз вот этой гибридности. То есть сама по себе советская ностальгия вроде бы и не является опасной, но она состоит тот самый фон, скажем, единого пространства, тот самый фон благостного отношения к русским братьям, которое потом может быть успешно использована и, как мы помним, в том же Крыму и было, ну, собственно, и на Донбассе было использовано. И строго говоря, я с ужасом ожидаю того, когда на очередном недельном мониторинге обнаружится, допустим, рост вот этого фона, что будет означать, что вот оно началось. Примерно то, о чем нас предупреждал уважаемый Андрей Андреевич. И второй сюжет может быть менее заметный, но в то же время может быть наоборот более заметный, смотря с какой точки зрения смотреть, связан как раз с таким вот культурным контентом, именно контентом скорее массовой культуры. То есть и печатная продукция, прежде всего книги, и кино, которых, в общем-то, в России штампуют неимоверное количество. в Украине они все еще являются достаточно популярными, благо есть YouTube и прочие электронные средства просмотра. И это приводит к тому, что в общем-то зритель, читатель привыкает к все тому же контенту, скажем, несущему русские идеи. И, допустим, нас с вами уже не удивляет то, что очередной российский фильм будет посвящен силовикам, которые, как всегда, являются хорошими и, в общем-то, там борются с какими-нибудь негодяями. А уже отсюда буквально один шаг и вот тебе, значит, хорошие зеленые человечки, которые, собственно, борются с бандеровскими негодяями в Крыму. Поэтому тут, к сожалению, у мелких государств типа наших нет шансов в том плане, чтобы пока что эффективно противостоять, потому что, к примеру, в Украине чего-то не делается и ввоз паспортных возможностей нет и зайди в любой книжный магазин, половина продукции российская. Вот такая проблема и у Грузии. Да, естественно. И поэтому, в общем-то, ну, это вторая часть вот этого гибридного фона, которая может сыграть свою негативную роль в момент, когда вдруг Кремль решит перейти к активным действиям. Поэтому, к сожалению, мой вывод неутешителен, что, что бы там ни происходило там внутри России, вот Кремль все еще сохраняет надежду на воссоздание империи и, в общем-то, весьма успешно возделывает информационную почву на этом поле. Ну, и, соответственно, если позволите, присоединюсь к ответу на вопрос, который был в чате задан, но мое мнение, что мы не можем противопоставить, допустим, вал украинской литературы, например, в Российскую Федерацию, да, в общем-то, мы можем с одной стороны пытаться все-таки вытеснять своим продуктом, причем, повторяю, культурный продукт Российской Федерации не является, скажем, каким-то там высококультурным, да, речь о том, что просто его много, да, соответственно, чем больше будет нашего собственного национального культурного продукта, во всех проявлениях плода самого сумасшедшего, тем на самом деле меньше будет места оставаться для российского, и мне кажется, это важный момент, который вот необходимо нашим государствам каким-то образом отрабатывать, и, конечно же, я сторонник объединения усилий, возможно, как раз вот таких, скажем, некрупных государств, которые знают не понаслышке, что такое братская любовь российского народа, в общем-то объединять усилия в встречных информационных операциях, возможно, на уровне, если хотите, ну, такого не государственного, а скорее уровня гражданского общества, то есть, опять-таки, информационные каналы предоставляют нам возможность активничать в России, чего мы пока не делаем, с целью как раз размывания вот этой вот, скажем, имперской народной базы, потому что, честно говоря, до сегодняшней конференции, до выступления Андрея Андреевича, я практически был уверен в том, что большая часть населения России заражена, вот, скажем, агрессивным имперством. Ну, Андрей Андреевич в какой-то степени успокоил, что не так многих и надо переубеждать. Ну, вот, собственно, это те сюжеты, на которых я хотел остановиться в связи с темой нашей конференции. на такое оптимическое новое. Пам Никола, хочу сказать, во-первых, поблагодарить, во-вторых, хочу сказать, что всегда ваша речь всегда интересна, и вы передаете такой своеобразный перформанс, понимаете, со своими сарказмами, было очень интересно вас выслушать, и вы знаете, вы в курсе, что у нас должен был бы гость из Алматы, Казахстана, и нам очень интересны события вокруг Казахстана. Вот, и поэтому я знаю, что вы очень так охотно следите с ситуациями с Казахстаном, российско-казахстанские отношения, и я вам хочу, исходя из этого, задавать такой вопрос. Несмотря на многочисленные внутренние, внешние, политические или экономические проблемы, Россия, как вы знаете, по-прежнему последовательно и планомерно укрепляет свои позиции в бывших советских республиках. Как вы думаете, насколько далеко зайдет Кремль и возможно ли развитие событий в Казахстане по украинскому сценарию? Сегодня многим это может показаться так полным безумием, но давайте вспомним, что и российская аннексия в Украине в свое время тоже казалась многим безумием, особенно нашим западным друзьям. И все же, насколько вероятно увидят вот этих так называемых зеленых человечков теперь в Казахстане. И если да, то что бы вы посоветовали казахам? При этом не будем забывать, что почти 20% населения Казахстана этнически русские и как этот фактор сможет использовать Кремль, мы все прекрасно это понимаем, да? Ну, я благодарен вам за вопрос. Да, я согласен с тем, что после 2008 и уже точно после 2014 года, конечно, никто не может отвергать возможность условно украинского сценария наверное в любой республике, в любой стране бывшего Советского Союза. В то же время может быть это украинская зависть по отношению к Казахстану, но я вижу как минимум два существенных отличия, которые делают менее возможным украинский сценарий. Отличие Казахстана от Украины. Во-первых, все-таки мы понимаем, что идеальный момент для вторжения или там спасения русских это какие-то проблемы связанные с центральной властью. И мы понимаем, что центральная власть в Казахстане удачно провела условно говоря обновление или там условную трансформацию и в общем-то я думаю, что лет на 10-15 они решили проблему властного транзита и соответственно этот в общем-то потенциально опасный момент он как бы снят. Второй важный момент тот, на который мы надеемся в отношении России, но он почему-то последние семь лет не работает это борьба с телевизором и холодильником. Мы полагаем, что холодильник должен победить. Была надежда, что в России граждане увидев пустые холодильники уберутся из Крыма. Как видим, не работают. Но в данном случае я должен обратить ваше внимание на то, что и в 2014 году и по состоянию на сейчас Украина все так же где-то в три раза меньше ВВП на душу населения имеет, чем Россия. И это на самом деле повышает, мне кажется, ценность украинской независимости, потому что и при этом мы все-таки готовы за нее бороться. Но, строго говоря, это было аргументом дополнительным для условных крымских соглашателей, так их назовем, которые полагали, что кроме того, что злые киевские бандеровцы и львовские, тут Россия предложит еще втрое большие зарплаты. Понятное дело, что там играла свою роль некая пропаганда и в три раза больше они не стали получать, но это уже они выяснили потом. Так вот, в данном случае Казахстан как раз находится примерно в приятете с Российской Федерации по уровням доходов граждан, собственно, и в разных пересчетах ВВП и по реальным зарплатам, насколько я могу судить. И получается так, что этот сюжет он не является решающим, но он тоже в общем-то дает некую надежду на то, что осуществить условно украинские сценарии в Казахстане будет сложнее. Потому что из всех, скажем, пусть и низкие доходы там прорвавшиеся условно говоря государства остается только одно, забота вот об этих этнических русских. И строго говоря, ну это та карта, которую, как мы видим, как правило, сложно разыгрывать в одиночестве, нужны дополнительные. А их как бы в Казахстане нет. Поэтому естественно, что в общем-то мы понимаем, что не всегда кремлевские власти руководствуются логикой и строго говоря, нет ни малейших допустим противопоказаний против того, чтобы российские танковые дивизии поехали в Казахскую СТИК. Пожалуй, это единственное место, где еще можно эти танки применять. Но все-таки надо сильно постараться для того, чтобы убедить 20% казахского населения собственно русских в том, что их действительно там каким-то образом сильно обижают по национальному или по языковому признаку. Насколько я могу видеть, пока нет возможности обвинить Казахстан в подобных скажем неважения или же обидах по отношению к русскоязычному населению. Поэтому в общем-то остается только пожелать Казахстану максимально мягко проводить политику в отношении русскоязычного населения. Не столько ради него, сколько ради к сожалению оглядки на возможные российские провокации. Поэтому я полагаю, что да, есть еще одно важное обстоятельство. Все-таки мы видим, что Российская Федерация как-то вот, ну, собственно, Кремль сразу несколько дел не делает. И поэтому есть надежда, что пока они все-таки не решат, что они делают в Белоруссии, у Казахстана еще есть хотя бы полгода, чтобы все-таки как-то еще более приготовиться к возможным посяганиям. И самое последнее, если позволите. Мне приятно, конечно, слышать надежды на то, что мы когда-нибудь спрячемся под зонтик НАТО, но, честно сказать, да, и, в общем, Украина в первую очередь в этом заинтересована, честно сказать, конечно, наше государство выглядит, может быть, не очень героически, пытаясь спрятаться под зонтик большого брата, в данном случае, там, натовского, да, вот, мне кажется, что здесь как раз подобный зонтик, только уже китайский, постепенно нависать, начинает нависать над Казахстаном, и, в общем-то, время работает как раз против России в этом плане. Я не знаю, насколько это будет выгодно Казахстану, и насколько он попадет в орбиту Китая, насколько он плотно в нее, допустим, зайдет, да, но, судя по тем транспортным усилиям, которые Китай уже, в общем-то, осуществляет в Казахстане, видимо, Россия его потеряла, и поэтому, в общем-то, не будет претендовать, не потому, что не хочет, а потому, что здесь уже вот этот самый зонтик восточного, скажем, крупного соседа, он будет его прикрывать. Примерно такое мое видение ситуации. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Фархад, Фархад Алиев, наш гость и наш друг из Баку. Фархад, вы на связи? Добрый вечер. Вы меня слышите? Надеюсь, никаких проблем со связью нет. Добрый, добрый, хорошо слышим. Хорошо слышно, Фархад. Отлично. Отлично. Спасибо большое, Нукри, спасибо за приглашение. Это для меня честь участвовать здесь. Для нас тоже большая честь, Фархад. Быть здесь с уважаемыми коллегами из разных стран постсоветской Евразии. Ну, тема сама по себе, конечно, очень интересная, и вот мы с вами, я помню, обсуждали этот вопрос еще за пару месяцев до этого, когда мы с вами связывались, как раз тогда тоже вот мы как раз акцентировали внимание на том, что сама тема, вот именно кремлевская политика в постсоветской Евразии в настоящее время это очень актуально, не такая злободневная тема. Ну, я, скажем так, я попытаюсь рассуждать в духе бритвы окома, то есть, скажем так, методологически, с точки зрения как бы редукционизма, да, то есть, ну, мы знаем, что как бы вот бритва окома, это такой методологический признак, принцип, согласно которому, который гласит, что как бы не стоит без надобности множить сущности. Ну, я, это к чему? Я, это к тому, что, в принципе, то, что сейчас происходит в постсоветской Евразии, это, в принципе, на мой взгляд, по моему скромному мнению, это очередной триумф, так называемый real politics, то есть, это триумф не каких-то там высоких идей, там, не знаю, моральных соображений, там, чего-то такого прочего, так сказать, в кавычках, великого и прочего, это именно real politics, то есть, и Запад здесь, скажем так, играет, ну, Запад, в принципе, как мы знаем из истории тоже, ну, в принципе, real politics, грубо говоря, еще со времен, ну, скажем так, был оформлен еще, как бы методологически, может быть, Маккиавелли, но с тех пор, ну, его можно там не любить, любить, а я имею в виду, относиться к его текстам по-разному, но факт остается фактом, к сожалению, история вот пишется именно так, и нам тоже как-то надо с этим жить, если брать, ну, я еще попытаюсь сузить, конечно, свой анализ, такой краткий, если это можно так назвать, сконцентрируясь вот по, в основном, на Азербайджане и немного на Южном Кавказе, то есть если брать именно политику Кремля после распада Советского Союза в отношении Азербайджана, то это всем известно, что краеугольным таким камнем, камнем преткновения вот в этих вот отношениях двухсторонних между Москвой и Баку был Карабах, то есть Карабахский конфликт, это был, скажем так, Дамоклов меч, который висел и над Азербайджаном, и над Арменией, собственно говоря, и вот парадокс нынешней ситуации в том, что он еще продолжает висеть, то есть от Дамоклов меч, он как бы все еще нависает, но, конечно, конфигурация сильно поменялась, общий контекст тоже очень сильно изменился, реалии очень сильно поменялись, но качественно в принципе ситуация как бы развивается в том же русле, в каком она развивалась прежде, то есть да, понятно, что Россия в какой-то степени отдала, ну не отдала, а как бы подвела своего союзника Армению, с другой стороны, очень сильно стала участвовать в южно-кавказских процессах Турция, то есть у нее свои амбиции, понятно, там свои интересы здесь, и вот 2020 год, я как-то однажды даже в какой-то беседе с кем-то из коллег пошутил, как бы звезды сошлись в 2020 году, таким образом, что вот произошло вот это вот обострение конфликта, 44-дневная война, резкое изменение полное, практически на 180 градусов, все развернулось, все поменялось, но что мы сейчас видим, да, мы знаем, что после вывода небольшого, скажем так, там даже не контингент был, там просто были специалисты на Габалинской РЛС российский, после того, как вот эта небольшая группа специалистов была выведена с территории Азербайджана, и Габалинская РЛС просто, скажем так, прекратила свое существование в качестве объекта, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации, с тех пор никакие иностранные войска на территории Азербайджана не находились, сейчас они находятся, то есть приблизительно вот так вот по общим каким-то ориентировочным подсчетам как минимум около двух тысяч, а может быть даже чуть больше российских миротворцев, ну или так называемых миротворцев, они находятся сейчас на территории Азербайджана, то есть юридически, и это именно вот то, скорее всего, именно то, этот момент, это была как бы последняя, что ли, соломинка, или последняя попытка Кремля каким-то образом еще сохранится на Южном Кавказе с учетом мощного давления со стороны Турции и вообще в целом процессов, которые развиваются, то есть мы все понимаем, что Карабахский конфликт это лишь небольшой эпизод огромной мозаики, которая сейчас имеет место по всему миру, глобально, и те отношения, которые вот мы, которые мы наблюдали, отношения между Турцией, Россией, Азербайджаном, Арменией, вот вокруг Карабаха, они естественно связаны и увязаны не только непосредственно с Арменией, с Азербайджаном, но еще и с отношениями между Россией и Турцией в глобальном масштабе, там Сирия, Ближний Восток, Ливия и так далее, то есть опять же есть такое мнение, что вообще все эти процессы обострения в конце сентября ему предшествовали определенные договоренности, негласные, неформальные какие-то, до какого уровня, скажем так, до каких масштабах это происходило, конечно, мы не можем знать, то есть я опять же, я не сторонник теории заговора, там еще чего-то такого, но просто все, что мы наблюдали, все, что я наблюдал с конца сентября и вот до, скажем так, конца ноября, наводит на эти мысли. Ну, во-первых, поведение России, вот такая вот крайне пассивная позиция Кремля, а мы знаем, что Кремль никогда особенно не заботился какими-то там международно-правовыми аспектами, как-то пытался обосновывать свои действия, то есть нужно было, он и в Грузию влезал, нужно было, он там и в Крым влезал и тогда, и на востоке Украины, а здесь почему-то Кремль резко так вот объяснил ситуацию тем, что да, вот есть договоренность по ДКБ, но они распространяются на территории Армении, а Карабах международным сообществом признана территорией Азербайджана, ну, там, согласно всем международно-правовым документам и положениям и так далее. Хотя понятно, что при необходимости Кремль бы об этом бы не говорил, просто сделал бы то, что считает нужно. С другой стороны, есть такое мнение, что возможно Кремль к этому подвели действия Турции, которая, используя, в общем-то, негативный фон, создаваемый вокруг России приблизительно с 2014 года, вот с начала конфликта на Украине, в Украине, и в целом экономическое ослабление России и ухудшение отношений с Западом, с США, поэтому, и плюс мы видели, скажем так, эффективность действий Турции на Ближнем Востоке, где им удалось сохранить где-то паритет с Россией, где-то, возможно, что-то взять больше и так далее. Ну, там были какие-то свои, естественно, нюансы, но в целом Турция заявила о себе как достаточно амбициозный игрок, с позицией которого вынуждена считаться, в данном случае Кремль. Ну, опять же, исходя из того, что я в начале своей речи заговорил о Риэл-Политике, бритве Окама, я считаю, что, как правило, наверное, наиболее оптимальным бывает наиболее простое решение. Простое решение зачастую, к сожалению, оказывается достаточно сложным для понимания людьми. Очень часто мы сами усложняем все, и чтобы прийти к пониманию процессов сквозь призму бритвы Окама, нам приходится очень много переломать дров и так далее. И вот этот вопрос здесь в чате очень мне понравился, что могут постсоветские государства противопоставить колониальной политике Кремля. Очень интересный вопрос, честно говоря, на эту тему даже можно было еще одну конференцию провести. То есть я считаю, что давайте так, если говорить откровенно, то пока что не так уж и много, конечно, естественно, но, знаете, дорогу осилит идущий, то есть необходимы первые шаги. И если, опять же, я сейчас вернусь на Южный Кавказ, если брать вот страны, три страны Южного Кавказа, я считаю, что здесь нам необходимо, то есть единственным средством хоть что-то противопоставить вот этой экспансии имперской, это пытаться налаживать отношения напрямую между тремя странами Южного Кавказа, то есть Грузия, Азербайджан, Армения. То есть я понимаю, что там есть масса проблем, ну, особенно речь идет в данном случае об Армении и Азербайджане, там претензии и так далее, недопонимания, частые апелляции к истории и прочему. Но вы понимаете, проблема в том, что вот эти апелляции к истории и наш самообман приводят к тому, что на этом очень умело играет Кремль. То есть он это все прекрасно использует, на этом прекрасно играет и вот результат мы видим. Поэтому, опять же, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, это так достаточно может позвучать немножко утопично с учетом реалии. Но я еще раз повторяю, дорогу осилит идущий. То есть необходимы первые шаги. Возможно, это аукнется только через 20-30 лет когда-то. Но если мы сейчас начнем работать в этом направлении, мы хоть сможем прийти. То есть, скажем так, это в надежде на то, что наши будущие поколения уже смогут жить в более-менее нормальной ситуации. То есть контекст уже будет не такой. Когда мы не будем выяснять отношения из-за каждого села или из-за каждой деревни, а начнем проводить какие-то общие научные проекты, исследования в регионе Южного Кавказа с участием Грузии, Армении, Азербайджана. То есть я считаю, что в 21 веке акцентировать внимание нужно на этом, а не на том, что вот где там кто-то жил, где кто-то не жил, кто куда пришел. То есть это, знаете, это палка от двух концов. И у каждой стороны здесь своя правда. Давайте будем говорить откровенно. Поэтому, дабы избежать вот этих вот ненужных разговоров, которые просто используются внешними силами, в данном случае речь идет о Кремле, конечно. Кремль преследует свои интересы. То есть это опять же real politics. Я не говорю, что мы сейчас Кремль изображаем там. То есть я не пытаюсь изображать Кремль как какой-то там, я не знаю, как Саурон какой-то в области Ленингалет или еще что-то. Но это real politics. То есть у них свои интересы. А наша проблема в том, что мы не можем скоординироваться. Вот эти три государства Южного Кавказа, мы не можем скоординироваться. Да, понятно, что реалии таковы, исторический бэкграунд, как бы вот этот вот контекст исторический тоже очень сильно сковывает нас. Но опять же, дорогу осилят идущие. Необходимо постепенно как-то работать в этом направлении. И вот мне сейчас вот просто такая мысль совершенно как бы так вот экспромтом пришла в голову. Я считаю, что Грузия может использовать свое положение такое вот на Южном Кавказе, потому что у Грузии достаточно хорошее отношение и с Арменией, и с Азербайджаном, чего, к сожалению, не скажешь о наших странах. И вот Грузия могла бы стать каким-то мостиком. для этого мы и собрались сегодня и собираемся. как бы платформа. Модератор такой. Да, я понимаю. Поэтому вот как бы опять же лиха беда начала, как говорится. То есть нужно с чего-то начинать. Поэтому возможно вот подобного рода встречи между представителями интеллигенции, научной элиты и так далее, потом перерастут в какие-то встречи на другом уровне. То есть необходимо, чтобы это все приводило к какой-то имплементации каких-то определенных положений, которые мы с вами обсуждаем. То есть не хотелось бы, чтобы все это оставалось на уровне обсуждений между скажем так людьми науки, аналитиками и прочее. Хотелось бы, чтобы это все переводилось уже на уровень каких-то политических решений. Так что вот касательно вот этого вопроса очень хорошего, что мы можем противопоставить колониальной политике Кремля. Вот собственно говоря, только это. Потому что ну знаете, это как опять же против лома нет приема, если нет другого лома. То есть мы не в равных позициях, к сожалению, находимся, а рассчитывать на позицию Запада, как мы видим, однозначно тоже сложно, потому что Запада свои интересы, плюс у него там экономические контакты с Россией тоже свои. То есть там очень сложно все, там такой клубок противоречий, и все очень естественно так увязано. Поэтому нам необходимо быть реалистами. То есть я считаю, что нам, странам Южного Кавказа в частности, необходимо быть реалистами и пытаться как-то разруливать эту ситуацию своими силами. Да, тяжело, да, очень долго будет это все. Все, что я сейчас говорю, понятно, это не вопрос пяти, там, или десяти, пятнадцати лет, это вопрос двадцати, возможно, тридцати, пятидесяти лет. Но это надо начать делать сейчас, а не через пятьдесят лет, чтобы еще сто пятьдесят лет потом ждать, когда эти процессы будут происходить, как они будут развиваться. Ну вот вкратце, как-то так. Спасибо за внимание. Архат, действительно, спасибо за такой интересной и конструктивной речь. Вы понимаете, о чем я говорю, да, это, это, мы благодарны за такую речь. Мы к вам вернемся. Уважаемые коллеги, к нам, ну, нам написал известный украинский журналист Михаил Кацин. Кстати, Микола, он из Одессы, Одессит, Михаил Кацин, вы знаете про него. Он хочет такую реплику сказать, и мы с удовольствием его выслушаем там на пару минут, если вы не против. конечно, вы не против. Екатерина, хост, кто у нас? Пожалуйста, подключите Михаила Кацина. Да, я... Ага, да, Михаил, приветствую, рад вас видеть. Да, взаимно. Ну, прежде всего, Амиран, большое спасибо вам за организацию этого мероприятия, этой конференции. Я так чуть-чуть послушал доклады коллег, действительно, очень интересные. И вам большое спасибо за те усилия, которые вы прилагаете для этой творческой коллаборации. Ну, и большой привет коллегам, которых я знаю, в частности, Николая. Я знаю, поскольку мы работали с ним в одном университете. Вот, я говорю про Николая Полевого, думаю, меня он тоже хорошо помнит. У меня будет очень короткая реплика. Первое, что касается колониальной политики Кремля. Я думаю, что мы во многом преувеличим колониальный, точнее, потенциал колониальной политики Кремля. А на сегодняшний день Кремль живет абсолютно стандартами 19 века. Это нужно понимать. Никаких идеологий, идей, смыслов на сегодняшний день Российская Федерация не может предложить миру и не может предложить сопредельным государством. И это как бы результат просто такого морального, идейного, идеологического банкротства Кремля является по сути распад СНГ. Посмотрите, за 30 лет СНГ фактически абсолютно обанкротился и он в принципе не существует. Да, была агрессия России в сторону Грузии, была агрессия России в сторону Украины, был аннексирован Крым, оккупированы отдельные районы Донбасса нашей страны, это правда, но самое главное это то, что Кремль идеологически абсолютно банкрот и ничего не может предложить миру. Второй тезис, который я хотел сказать, что касается различных форм коллаборации, что касается Южно-Кавказских республик, что касается например какой-то коллаборации государств постсоветского пространства за исключением Российской Федерации. Нужно четко понимать, что любая коллаборация она строится всегда на экономике. Вот посмотрите, у нас есть пример организации Гуам. Да, это организация, которая существует в середине 2000-х годов, напомню, в эту организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Входила. Входила, да. Так вот, эта организация почему по сути не состоялась? Потому что реально там не было экономического содержания в этой организации. Давайте вспомним, с чего начался процесс объединения западноевропейских стран во второй половине XX века. именно с экономики. Потому что экономическое объединение, оно потом продуцирует объединение и в других отраслях, и в политике, и во внешней политике, и в политике безопасности, в других направлениях. это отвечает абсолютно теории неофункционализма, который в свое время предлагал Эрнст Хасс. То есть, фактически, я думаю, что очень важно вернуться к экономической составляющей, чтобы вот Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, те страны, которые продемонстрировали свое желание развиваться демократическим путем, в отличие от России, они придумали новую модель экономической коллаборации, экономического взаимодействия, которая бы не противоречила, например, тем договорам, подписанным между нами и Европейским Союзом, а наоборот дополняла и в какой-то степени даже предусматривала более углубленное сотрудничество. Потому что, напомню, кстати, договор о функционировании Европейского Союза предусматривает более углубленное сотрудничество стран Бенилюкса, Бельгия, Нидерландов и Люксембурга. Так что я думаю, что мы, как государство постсоветского пространства за исключением России, то есть те государства, которые развиваются именно демократическим путем, которые есть электоральный цикл смены элиту власти, мы можем предложить именно вариант экономического объединения, экономической коллаборации и вот на основании этой коллаборации уже говорить о более углубленном и более масштабном сотрудничестве с тем же Европейским Союзом. Так что давайте начнем именно с экономики, экономика подтянет все остальное. Большое спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Михаил, мы рады, чтобы вы подключились и думаю, и надеюсь, что вы часто будете к нам подключаться и мы еще думаем, не только что думаем, мы вас обязательно пригласим как участника этой конференции, потому что следующая тема конференции у нас, Илья Ивановна, будет именно исключительно украинская тема и к нам присоединиться в следующей конференции. Илья Пономарева, это благодаря вам именно Михаил Кацин и я должен сказать всем нашим коллегам и друзьям и гостей, что Михаил Кацин очень сильно помогает нам в этом проекте и в этой конференции. Огромное спасибо и благодарю вам, уважаемый Михаил Кацин. Спасибо. Спасибо большое. Да. Коллеги, у вас может быть есть вопросы к господину Фархаду? У меня вопросов нет к господину Фархаду, но господин Фархад очень интересные вещи озвучил и было очень интересно его слушать. Спасибо ему огромное за это, за его объективность. Это самая большая цена, что есть специалисты, это его объективность и все его суждение было очень объективным, очень конструктивным и рассчитано на будущие поколения, вот что самое главное. И я хочу сказать, как сказал господин Фархад, может, это начало того будущего, к чему мы все нормальные демократически мыслящие люди стремимся. и я хотел сказать к вопросу, который нам задали постсоветские государства, что могут противопоставить постколониальной политике. Вот сегодня вот им и есть противостояние постколониальной политике Кремля. мы уже это создаем, вот это единство, платформу и мы уже начали это. К сожалению, все государства если взять на постсоветском пространстве, это будет Грузия, Азербайджан, Армения, Украина или Казахстан, у нас нету единой политики, потому что у нас у всех разное ведение внешней политики государства и мы идем разными путями. У нас нет как такого единого ведения. Можно сказать, Российская Федерация наступает единым фронтом, а мы находимся разрозненно. Вот чем я считаю самая главная проблема. И вот как сказал господин Кацин, у нас нет таких еще близких экономических связей. То есть мы каждый тянем на себя. Нет как бы стратегии единой. Вот что касается этого. А у России есть что? Разделяй и властвуй. Происходило абсолютно во всем. Тот же взят вернуться в 2008 году, когда была агрессия Российской Федерации против Грузии. Это не была только агрессия против Грузии. Россия показала не только всему миру, но в первую очередь и Грузии, и Азербайджану, и Армении, вот что будет, если идти против меня, против моей воли, и развиваться самостоятельно. И вот как отметил господин Никола Полевой насчет продукции культурной российской, и не только культурной, все рынки и в Грузии, к сожалению, навалены продукцией Российской Федерации. А почему это происходит? Потому что с ними комфортно работать некоторым бизнесменам. То есть комфортнее там обходить таможенные, обходить налоги и вести как бы черную кассу. А с Европой это не получается. Надо вот этот момент тоже учитывать обязательно, почему идут этим путем. И я, кстати, добавлю здесь одно, когда в 2004 году Россия была имбарго против Грузии, качество в Грузии возросло в разы, потому что это вина начали поставлять в Европе, а Европа требует свои стандарты высокие, как бы это на руку в Грузии было. Также было, когда отключение электроэнергии со стороны России и Грузии это сподвигло больше, ближе налаживать отношения с Азербайджаном и с Турцией насчет электроэнергии и там развивать свою энергонезависимость, как бы это был катализатором. Тут отметил господин Фархад, можно даже отдельную тему для конференции создавать, как должны действовать государства в постсоветском пространстве, но мы уже начали действовать. И одно еще хочу добавить насчет Казахстана. Вот как сказать, Казахстан, да, Китай, Китай сегодня огромная держава с огромными амбициями. Ну, в Украине тоже думали, что Украина защитит Америка, защитит Европу, но этого не произошло. Поэтому всем надо самому готовиться к агрессии, а потом уже надеяться, если вмещается Европа или Китай, она Китай. Мы уже не знаем, какие планы, какие договоренности, как все, хотя и на Казахстан метит и Турция, потому что и у Турции возросли амбиции выйти в Среднюю Азию. И тут много таких у нас проблем. Ну, на этом я пока закончу, передам другие слова. Господин Иван, Андрей Рудик, мой друг и наш коллега Андрей Рудик, вы на связи, да, Андрей? Да, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Я хочу сказать, что в двух словах про Андрей. Андрей это такой молодой политолог, но я его считаю не потому, что я его сейчас вижу в прямом эфире, но Андрей Рудик действительно является будущим Украине как политолог, как политический личность. Я этому верю, я это говорил и даже не в присутствии Андрея Рудика. Я очень сильно надеюсь на то, что у Андрея Рудика все получится и для него откроется возможность и площадка для развития во имя для своей родины Украины. Андрей, вам слово. Извините за такой маленький ремарк, но я не мог это не сказать. Я хочу, чтобы вас знали и вас многие знают и в Украине тоже. Вы выступаете по телевидению, в ток-шоу и мы вас охотно смотрим. Я хочу сказать. Андрей, вам слово. Спасибо большое, Мирон, за такую ремарку. Это действительно большая честь от вас это услышать. Добрый вечер. Другие коллеги, друзья, уважаемая аудитория. Хотелось бы в рамках своего доклада остановиться на вопросе именно контроля, на видах контроля, которые осуществляет Российская Федерация на постсоветском пространстве. То есть уже коллеги здесь упоминали о том, какие страны находятся в сфере влияния более-менее. Но вообще рассуждая политики кремляна по советскому пространстве, вообще нужно отбросить иллюзии по поводу того, что Москва вообще когда-либо отпускала какое-то государство, именно государство, появившееся после распада Советского Союза. Да, можно говорить, что страны Балтии отошли, НАТО, ЕС и прочее, прочее. Но здесь такой момент, Россия все равно сохраняет на них влияние, об этом я скажу, тоже есть своеобразная форма контроля. Но и по поводу вопроса Балтии, Запад никогда Балтию за Советским Союзом не признавал. Не признавалась эта территория, она считалась оккупированной, ну, даже позиция Соединенных Штатов по этому вопросу такова была. Поэтому Балтия, да, чуть небольшое исключение, но в любом случае, да, и здесь можно, конечно, также рефлексировать по поводу 90-х годов, там, короткого периода и так называемого вакуума власти. Но вообще сложно оспаривать тот факт, что все посоветское пространство расценивается другими внешними игроками мировыми, как зона ответственности Российской Федерации. Хотим мы этого или нет? В принципе, оспорить статус Москвы как субъекта политики здесь самостоятельно или нет? Практически никто единолично не может. Да, имеются попытки, уже здесь упоминались, то есть ША и ЕС, это Балтия, отчасти Украина, Молдова, Грузия, но опять-таки я бы не питал иллюзии по поводу силы запада, коллективного запада именно в регионах Украины, Молдовы и Грузии. Вот, к сожалению, не питал бы, никаких там надежд и иллюзий. Турция, это Азербайджан, и как уважаемый мной Батон Оливане уже упомянул, что Турция уже прицеливается, кроме Азербайджана, то есть примером, там, концепция Великого Турана и прочего, именно туда, в Среднюю Азию. Ну и Китай даже большей мерой, чем Казахстан, чем Казахстан, Китай пытается зайти именно в Кыргызстан и Таджикистан. Там целый ряд процессов был, там можно даже посмотреть на экономические отношения, на рост внешнего долга, на процесс демаркации границы, что эти два государства практически там каждый по тысячу километров квадратных своей территории отрезал Китаю, это очень большая территория. То есть, да, пытаются выдавить Россию с некоторых территорий свое исключительное влияние, но подчеркну, всегда речь идет выдавить, ослабить влияние, но не заменить. О полноценной замене, к сожалению, к счастью, к сожалению, не знаю, просто к этому нужно относиться как к факту. Не может быть такого понятия, потому что, к сожалению, здесь уже точно к сожалению, потому что Россия это огромная страна, это огромный кусок территории, это огромные колоссальные ресурсы с населением, с которым приходится считаться. Даже если представить гипотетическую ситуацию, в истории были подобные примеры, когда существует огромное государство, то есть, пассивно проводит политику, да, даже можно такое представить, все равно там какое-то культурное влияние, информационное влияние, оно будет оказывать на своих соседей. Поэтому, к сожалению, эти факторы мы не можем упускать, и ни Запад, понимаете, здесь, чтобы для общего понимания, постсоветская зона, вся для России считается приблизительно как зона Латинской Америки для США, зона исключительного влияния, то есть, США рьяно отстаивает свои интересы, да, там тоже есть копления всякие, Венесуэлы, Кубы, прочее, 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 но в целом это считается зоной исключительного влияния Соединенных Штатов Америки. То же самое касается все-таки большинства пространства, постсоветского пространства, именно, которое считается за Россией. В общем, каким образом лучше рассматривать вот именно, вот здесь упоминалось о гибридной войне, и в принципе сам контроль над пространством постсоветским России осуществляет тоже в гибридных формах. Почему? Ну, мы прекрасно понимаем, что Советского Союза не стало, и как уже тоже упоминали, то есть у России нет такой силы, нет такой, как в Украине, мы любим говорить, нет такой потуги, чтобы осуществлять там действительно полностью военный контроль, политический контроль, то есть обеспечивать полностью присутствие во всех, без исключения территориях бывшего Советского Союза. Поэтому обычно принято разделять контроль над пространством как понятие на такие виды, то есть собственно политический, военный, экономический, цивилизационный, это такой один из самых интересных и, как оказывается, один из самых действенных, коммуникационный в плане инфраструктуры, то есть линии электропередач, трубопроводы, автомагистралы, железные дороги и прочее, то есть все то, что касается средств коммуникации. Демографический, но он менее распространен, я о нем коротко буду упоминать, и собственно информационно-коммуникативный, который касается средств массовой информации. И здесь почему существует такое разделение, нужно выходить из того, что каждой стране индивидуал, у России индивидуальный подход, тоже хотим мы этого или нет. Поэтому соответственно по возможностям, по ситуации Россия пытается достигать того или иного выше уже очерченных мной видов контроля. Конечно, идеальным для России является политический контроль. Почему? Потому что его достижения, его наличие открывают доступ практически к любому из других видов контроля. Не стоит относиться к этому как прямой коррегации, там может например цивилизационный контроль обеспечить политический контроль, это понятно. Но в общем политический контроль это то, что дает России фактически карт-бланш. То есть во внутренней политике этого государства, так и поддержка этого государства во внешней политике. Таким образом, какие государства можно отнести к тем, над которыми Россия имеет политический контроль. Это Беларусь безусловно, здесь как бы мы не хотели, то есть сейчас эти все процессы, брожения, то есть ослабевание некоторых институтов власти, ну внешних их атрибутов, не внутренних Беларуси, но Россия осуществляет над Беларусью политический контроль. Армения пока еще, еще мы смотрим на ситуацию, все равно Армения это политический контроль со стороны Российской Федерации и Казахстан. два государства эти все-таки в меньшей степени по сравнению с Беларусью, ну там как говорится есть нюансы, об этом тоже можно дискутировать. Тоже иногда можно отнести по этим признакам, там я чуть потом очерчу признаки, Кыргызстан и Таджикистан, но здесь имеются два нюанса. Во-первых, китайское влияние, о котором я уже упоминал, все-таки Россию пытаются выдавить из Кыргызстана и Таджикистана именно китайцы. Во-вторых, это оружие, которое Россия использует для себя, оно в этом случае действует против себя. Это проблема эксплавов и стравливания этих всех государств. Россия постоянно стравливает Кыргызстан и Таджикистан между собой, поэтому это усложняет общий контроль над этими двумя государствами, они там ищут внешнего арбитра в виде Китая для себя, для решения вот этих своих мелких проблем. Вот, и чем характеризуется, вот в чем проявляется этот политический контроль? Во-первых, это различные интеграционные объединения под эгидой России, то есть мы знаем ЕАЭС, это самое такое последнее, самое большое, которое более-менее действует, то есть мы знаем, что кроме России туда входит Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, все. Общая внешнеполитическая позиция, это всегда можно смотреть голосование ООН, там любые заявления, прочее, прочее, прочее. Это всегда становится индикатором, то есть поддерживает ли четко государство политику России, либо нет. Ну, если увиливает, там есть отдельные моменты. И третий момент, это периодические консультации с Москвой, там по ряду вопросов, внешнеполитических, внутриполитических, то есть это могут быть либо кулуарные вещи, которые мы можем узнать, то есть либо из уст аналитиков, либо из уст инсайдеров и прочее, прочее, либо уже, прошу прощения, в наглую, публично происходят постоянные такие консультации, в виде телефонных звонков, встреч и прочее, прочее. Собственно, о политическом контроле я уже упомянул, но вот таким образом он осуществляется, и благо, что Россия политический контроль все-таки на постсоветском пространстве себе обеспечить как таковой, но в этом понимании не может, ну на большей часть. Собственно, по поводу военного контроля, военный контроль тоже довольно-таки интересный, специфически в том случае, его можно рассматривать в трех постсах. Это все-таки прямой военный контроль, это фактически все горячие точки от оккупированной войсками Российской Федерации. Это и Абхазия, это и Ценвальский регион, это и Приднестровье в Молдове, это часть Донбасса нашего оккупированного, Севастополь, туда же аннексированное, и Нагорный Карабах. Это прямой военный контроль, это фактически военные администрации, то есть вот эти все игры, знаете, либо вооруженные силы так называемых Абхазии и прочих квази-государств, это понятно, это ширма, об этом даже не рассуждается. Потом, более мягкая форма, это наличие российских военных объектов. Если там таких больших, это вторая база в городе Гюмри, Армения, ну и там еще часть дисплоцируется в Ереване, и, конечно же, погранбойска ФСБ на армянской границе с Турцией и Ираном. То есть это уже ставит как бы под вопрос часть суверенитета, если государство не может фактически само охранять границу, я понимаю в силу определенных политических причин, но это уже о многом говорит. Потом авиабаза Кант в Кыргызстане тоже важное значение имеет для России по мере продвижения Китая в регион. И 201-я база в Таджикистане это города Душангбе, Бахтар и Кураб. Ну и несколько незначительных объектов Беларуси, Казахстане, там узлы связи и прочее, прочее, прочее. Они уже менее роли играют, ну в общем их наличие нужно упомянуть. Ну о наличии Черноморского флота в Крыму я не упоминаю, потому что Россия уже динансировала этот договор в одностороннем порядке и Крым аннексирован, то есть уже это значение имеет совсем другое. Это прямой военный контроль, это уже к первому пункту. Ну и третья такая ипостность это вооружение, обучение, доступ к военной информации, то есть постоянные военные учения, обмен информацией, действительно вооружения, поставки вооружения, даже вот если бы не рассуждать там цифрами, просто смотрим на военную форму вот этих всех государств и воинские звания. То есть смотрим там Кыргызстан, все то, что было после Советского Союза, смотрим там Таджикистан, все то, что было после Советского Союза. То есть сама военная организация в принципе не претерпела изменений, она выстраивается то есть практически по советскому, по российскому образцу. По поводу экономического контроля, здесь все просто, два направления, либо прямое аккредитование, или там списывание долгов, которые образовались по ходу раздела советского имущества и прочего всего, либо получение исключительного положения в структуре экспорта и импорта. Как ни странно, даже Грузию проверял для интереса, если брать весь совокупный внешний долг по странам, именно Грузии, не международным институциям, не МВФ, не Мировому банку, на самый большой долг перед страной у Грузии, это перед Россией, 132 миллиона долларов, то есть именно перед Россией. Ну, не так далеко, у нас еще больше долгов есть в Германии и в других странах европейских, но по советскому пространстве бывшем точно так. Да, 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 ну и вопрос, конечно же, экспорта и импорта, можно даже удивляться, берем Литву, Литва по импорту, Россия один из основных, вернее, импорт и литовский импорт очень большой преподает на Российскую Федерацию, как бы нам этого не хотелось, то есть если брать все государства постсоветские, Россия всегда будет топ-3, топ-2 или даже первое место в экспорте или в импорте занимать, как бы нам этого не хотелось, поэтому мы можем долго говорить о том, как избавляться, ну, уже отвечая, даже загадая на тот вопрос поставленный аудиторией, что как бы мы не избавлялись ни от политического контроля, ни от военного, то есть деоккупации, пока мы торгуем с Россией, ну, извините, о каком решении контроля о каких-то связях России можно говорить, если Россия занимает привилегированное положение в структуре экспорта и импорта, то есть если это 10-15%, в один прекрасный день это можно обрезать, если нет там рзацев каких-то заменителей, и все, это большой кризис, это приблизительно мы получим Финляндию после распада Советского Союза, потому что основным внешнеэкономическим партнером Финляндии был Советский Союз. Потом если даже следующая форма контроля идет цивилизационная, почему он самый интересный, потому что это понятие вкладывается все, от культуры собственно до отдельных ее проявлений, то есть язык и прочее, уже мой коллега господин Николай Павелой уже упомянул проблему даже сейчас, мы все общаемся с вами на русском языке, есть понятие культурный империализм, вот именно к сожалению по отношению к нашим всем нациям русская, российская русская культура является империалистской, у нее там есть определенные черты по поводу распространения языка, культурных паттернов, паттернов поведения прочего, 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 поэтому русская культура она очень легко усваивается вот этими всеми нашими нациями, очень легко распространяется, навязывается и прочее, то есть В этом случае тяжелее всего именно восточнославянским нациям по поводу близости языка, воспринятия культурного контента. Балт намного попроще, потому что к нему же европейский контент заходит и прочее. Ну и тоже то, что упоминалось, это этническая составляющая, то есть наличие диаспор больших российских, то есть пятых колонн и в Украине в том числе. Ну, Крым сейчас аннексирован, но именно больше всего находилось этнических русских, это Севастополь вообще. Если брать автономную республику Крым и Севастополь, это две административно-территориальные единицы в составе Украины, в которых большинство населения, ну, согласно переписи 2001 года, первой и последней в нашей истории независимой, где преобладало русское этническое меньшинство. Вот, поэтому это то, что я уже начинал, из чего, это, кстати, единственная действенная форма контроля, именно цивилизационная, по отношению к государствам Балтии, потому что мы видим даже электоральный срез, это особенно в Атрии касается, каким образом отображается голосование этнического русского меньшинства на выборах мэра Риги, на выборах парламента. Всегда в Сеймос Латвии проходят пророссийские партии, поэтому с этим тоже латышам, ну, не только латышам, тем же эстонцам, у Литвы нет такой проблемы, это моноэтническое государство, там более 90% литовцев все-таки этнические проживают, там у них таких проблем нет, но с этим нужно считаться. Говоря по поводу коммуникационного контроля, ну, яркий пример в Армении, по поводу газопроводов, по поводу газотранспортной системы, которая фактически принадлежит, ну, афилированным, там, Газпром Армении, по-моему, если я не ошибаюсь. Да-да, такие есть. Это фактически дочерняя компания Газпрома, то есть эти все коммуникации принадлежат фактически Российской Федерации, то есть здесь даже можно не распространяться. Или наш пример уже украинский, конечно, у нас все-таки не принадлежат газопроводы и линии электропередач Российской Федерации, но у нас в Украине, здесь не упоминалось, один из таких периодически всплывающих скандалов, это вопрос поставок электроэнергии из Российской Федерации в Беларуси. То есть именно вот таким путем тоже контролем, скажем, от тех линий электропередач, там, ну, это трансграничные эти все вопросы, то есть достигается вот тоже такая проблема. Если мы полностью перейдем, скажем, ну, вернее, полностью мы не перейдем, а большую часть будем потреблять электроэнергии из этих государств, ну, у нас тоже могут возникнуть проблемы, что нам рубильник откручат, ну, и вы же сами понимаете, это работа больниц, школ, там, учреждений, и, в общем, не хочу там спускаться в такой капуализм, но это действительно ужасный вопрос. Демографически это больше всего испытали снова, опять-таки, Грузия, этот контроль, и Украина. В частности, чего? Это именно касается оккупированных территорий, это изменение этнического состава этих территорий. То есть из Крыма выдавливаются украинцы, и, собственно, из оккупированных территорий Грузии выдавливаются, собственно, этнические грузины. В первую очередь, чтобы не было вообще никаких оснований, чтобы изменить политический статус этих территорий. То есть есть, конечно, другие формы, там, в Балтии пытаются с этим поиграться. Там еще есть проблема, кстати, например, о Балтии вспомнил, это я уже не буду так долго упоминать, это одна из моих любимых проблем для исследования. Это проблема эксплавов, там, демаркации и так далее. Всем известная проблема есть, Саатсевский сапог, так называемый. Это выступ между границей Эстонии и Россией, на которой претендует Эстония. Но Россия пока его не передает, пока не закончатся процессы ратификации договора о границе. Потому что там эстонцы ссылаются на Тартовский мирный договор и не признают вообще, хотят себе получить Печоры назад, Печорский край. Собственно, как раз Россия занимается тоже конструированием местного населения таким образом, чтобы там вообще не было этнического меньшинства эстонского в этих полученных территориях, чтобы у эстонцев вообще не было оснований претендовать каким-то образом на эти территории. То есть это уже на внешней границе фактически Евросоюза и НАТО. То есть если мы говорим Украина, Грузия, это там вопрос одного порядка, а здесь прямо уже то, что касается, в принципе, любой вопрос из этих касается общеевропейской безопасности. Но мы видим вот такую проблему. Ну и последняя форма контроля – это информационно-коммуникативная. Ну уже коллеги, они более меня рассказали, согласно деятельности каналов, пятой колонии, то есть интернет-СМИ, форумов и прочее. Это тоже более чем действенная форма контроля, потому что она, если брать военный контроль, все-таки, как по мне, на мое скромное мнение, не требует таких колоссальных затрат. Она не несет таких политических рисков, как военный контроль, то есть даже цивилизационный контроль, экономический контроль, потому что иногда экономический контроль можно устанавливать путем тех же инвестиций, кредитования, далеко явно не экономическими методами. То есть если мы даем кредит, мы можем прекрасно понимать, что нам его не вернуть. А здесь практически имеется стопроцентный результат, когда мы действительно финансируем деятельность от таких сетей телекоммуникаций. Ну и с помощью, кстати, в спайке с цивилизационным контролем, с наличием этнического меньшинства и русскоговорящего населения, собственно, мы получаем результат. Какие из этого выводы и как с этим бороться? Действительно, как Батона Виланю обозначил, очень тяжело. Почему? Потому что государство действительно проводит разную политику в силу географической отдаленности друг от друга, но Украина и Казахстан все-таки, к примеру, далеко друг от друга находятся. У нас разные интересы и прочее. Это первый момент. Во-вторых, Россия действует мудро. Почему? Потому что в силу, скажем так, действительно разных внешнеполитетских ориентаций и разных проблем, то, что я уже обозначал, каждому из этих государств Россия пытается применить свою форму контроля, которую можно более-менее сейчас применить. Например, вот касательно Южного Кавказа, там также у вас есть спящая карта, скажем, этнических проблем. Кроме армян-азербайджанцев, есть еще проблема, например, вашего региона Самскве-Джавахет, в котором большинство населения армян проживает. И периодически в 90-х годах этот вопрос поднимался. Есть вопрос, например, грузин на территории Азербайджана. То есть, благо, эти вопросы сейчас не поднимаются. Нет такого этнического национализма, например, армянского. Но, на примере Кыргызстана и Таджикистана мы, к сожалению, видим, что эту карту пытаются разыграть. Также по поводу Казахстана был один у них опасный момент по поводу этнических встреч с Дунганами в начале прошлого года. То есть, я бы не стал бы сразу обозначать руку Кремля, но именно все выглядело довольно-таки стихийно. Опять-таки, с помощью сетей телекоммуникации быстро распространилось фейковое видео, что там избивают на этнической почве и прочее, прочее, прочее. Ну и приблизительно где-то мы в результате получили более 100 пострадавших, куча подожженных домов, то есть на ровном пустом месте. И это просто там два населенных пункта маленьких, не говоря уже о целых районах, что можно сделать в целых районах. Поэтому бороться с этим действительно тяжело. Я соглашусь с азербайджанским коллегой, все-таки нужно с чего-то начинать. Начинать с чего нужно, я вижу. Во-первых, действительность сопределения вот этих форм контроля, которые осуществляются. То есть их отсекание, ну, по мере там даже те же казахи над этим работают, даже, казалось бы, такое решение, как перевести казахский язык с кировицы на латиницу, это тоже большой шаг. Хотя там он, ну, у меня знакомая есть, там, в Казахстане проживает, тоже неоднозначно относится к этому шагу, но с чего-то нужно начинать. И у нас такие же движения, там, закон о языке, многоскандальный и прочие варианты. То есть, действительно, дорогу оселит идущий, и об этом нужно договариваться, с этим нужно работать. В любом случае, если ничего не делать, результата вообще не будет. Если начало начать что-то делать, то уже, соответственно, по самому характеру решения проблемы можно будет оценить результат. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Господин Сулико, Вам слово и Ваши комментарии, пожалуйста, как историка и как человека с большим опытом в этих вопросах. Что я могу сказать? Я специально для этого разговора не приготовился, но, исходя из того, как обсуждались эти вопросы, на первом плане я бы поставил один из вопросов о таком плане, что будущее постсоветского мира очень зависит от нового поколения. По моим наблюдениям, что я смотрю и как я ощущаю, какие происходят в странах новые обновления, новые рвения, новые идеи, все основывается на том, что в этих странах постсоветском мире самое надежное будущее этих стран и наций – это новое поколение. Поколение, которое родилось после обвала Советского Союза. По моим расчетам, что происходит в Беларуси. Это нация, которая терпела, терпела эту диктатуру, но явилась тем фрагманом, что в этих процессах большинство все молодое поколение. Так что Беларусь, имея ворота в Европе, своих молодых людей в Европу посылает, как в Украине. И такое происходит и в других странах. Я особенно хочу обратить внимание на Казахстан, что я смотрю, что я читаю, что я могу сообразить. Тоже будущее Казахстана всецело зависит от западных образованных молодежи, которые все в высших слоях, все в высших должностных местах. И это основывает меня на том смысле, что в будущем все-таки, продвигая вперед, все-таки есть у этих стран, особенно те, которые ориентированы на Запад, в европейском понятии. Потому что у меня есть основа сказать, что как и в Грузии, и так, как в моей стране, и как в других странах, что я читаю их прессу, могу сказать, что все равно мы прорвемся. Это мой маленький анализ этих прав. Но основа, что у меня есть не то, что очень большая надежда, и реальность такая, что эти страны будут всегда бороться за свободу. Спасибо, господин Сулико. Я должен... Это маленький ремарк к выступлению моего друга Андрея Рудика. Он упомянул... Я должен ответить на это. Он упомянул так называемые проблемы регионы. Ну, я так услышал от него насчет Самцхе Джавахети и Кахский, Закаталский район Азербайджана, где компактно проживают меньшинства грузинских, да, граждане Азербайджана, грузинской национальности. Начну с Самцхе Джавахети. Хочу сказать, что в 90-е годы были какие-то провокации, выдумки, понимаете? Как будто там что-то, там армянское минищество, там что-то варит какую-то, ну, в кавичках кашу, чтобы там они против единства Грузии. Это все была российская провокация. Я могу с убеждением сказать, что армянское население Грузии, не только Самцхе Джавахети и Тбилиси тоже, они достаточно интегрированы в общее грузинское государство, и они являются, подчеркиваю, патриотами Грузии. И также я хочу сказать и о азербайджанской меньшинстве Грузии, которые компактно проживают в Восточной Грузии, в Марниульском и Больнисском районах. Они тоже очень сильно интегрированы в общую грузинскую государственность, и они тоже являются патриотами Грузии. Что касается грузинам, которые живут в западной части Азербайджана, Закаталский и Кавский район, я считаю, и я знаю, что они тоже, они сохранили то, что самое важное, идентичность. Грузинская идентичность, многие из них разговаривают и на родном языке, у многих грузинские фамилии, и они тоже являются патриотами своей страны и гражданами своей страны. Так что я никогда не ставлю в грузинском государстве армянских и азербайджанских вопрос вреде абхазским вопросам и осетинским вопросам. Понимаете, хотя и осетины, и абхазы тоже являются нашими братьями, они тоже являются частью грузинского государства. И в историческом смысле тоже я хочу подчеркивать, ну, различие здесь в том, что российским спецслужбам удалось очень сильно поработать и добыться результатом, в отличие от Южной Грузии, Санцхеджавахети и Восточной Грузии в Бальнистском и Марниулском районах. Понимаете, да, что я хочу сказать и какое там отличие? Спасибо. Сейчас я хочу еще, ну, у нас немного времени остается, но я хочу обратиться сейчас к господину Рубену Меграбяну. Рубен, Рубен, вы на связи? Да, да. Рубен, я хочу, я хочу вам спросить такой вопрос. Ситуация, которая сегодня сложилась в Южно-Кавказском регионе, можно сказать, что далеко не такая, какая бы хотелось. Я все же хочу возвращаться о перспективах европейской интеграции Грузии на данный момент. Потому что, вы понимаете, да, Грузия сегодня действительно является бастионом в этом контексте в Южном Кавказе и является ключом для Запада. Как вы думаете, я хочу, как взгляд из Армении, как вы думаете, насколько реальны в ближайшее время, чтобы Грузия достигла этому результату и она стала членом Евросоюза и НАТО? И насколько это будет полезным, вот самый главный, насколько это будет полезным для всего нашего региона? Спасибо, очень интересный вопрос, господин Хеттубьями. Конечно, тот факт, что Грузия уже 17 лет добивается утверждения своих евроатлантических устремлений, и причем пока что помимо, скажем так, поощрительных призов мало что получает в этом отношении, хотя нужно воздать должное тем успехам, которые Грузия достигла за это время. Но тем не менее, я согласен с моим коллегой Владимиром Кавчаком, который сказал, что уже ситуация такая, что это не только и не столько проблема Грузии, сколько уже проблема Евроатлантического Союза. Это реально так. Каковы перспективы? Смотрите, мы говорили о том, что экономическое сотрудничество, развитие экономических проектов, это все да, это все правильно, но нужно понимать, что сам пример Европейского Союза, который сам по себе это был прежде всего не про уголь и не про сталь, это был прежде всего сформированный благодаря мудрейшему плану маршала механизм предотвращения Третьей мировой войны после состоявшихся двух, когда Европа потеряла 50 миллионов жизней европейцев. В то же время, этот проект состоялся по одной такой вот очень простой причине. Эти страны перестали друг другу угрожать и предъявлять друг другу претензии, когда появилась общая ценностная основа. И только тогда стала работать экономика, такое вот взаимноэкономическое проникновение. То есть в Европе уже не было к тому времени тоталитарных режимов, не было авторитарных режимов. И было общее понимание, повторяю, общее понимание о том, что общее европейское пространство свободы и демократии просто не имеет альтернативы. И только на этой основе стала работать экономика, пошел уголь, пошла сталь. Стал работать этот договор, который на данный момент уже перерос в такой вот европейский сад. Я не думаю, что мы чем-то хуже европейцы или европейцы чем-то лучше нас. Я не вижу оснований для такого утверждения. Более того, я вижу очень много оснований для противоположного утверждения. Что мы можем, да, я согласен, что дорогу осиливают идущие, нужно идти к этому, но должен каждый у себя сделать и повторяя свое домашнее задание. Что касается европейских перспектив Грузии, Европа свой европейский выбор сделала еще в четвертом веке нашей эры. И Грузии что-то кому-то доказывать, просто нет абсолютно никакой необходимости. Спасибо, Рубин. И то же самое я могу сказать и о собственной истории, об Армении тоже. И мы соседствуем друг с другом с первой страницей учебника истории, и это, в общем-то, нам известно. Вот, собственно, что я могу сказать. Теперь нам просто нужно это оформить, институционализировать. Это тоже очень важно. И просто с оптимизмом смотреть в будущее и работать в ходе лица. Вот, что я могу сказать. Спасибо, Рубин. Фархад, у меня... Фархад, вы на связи? Фархад? Да, да. Фархад, у меня к вам такой короткий вопрос, и думаю, что очень будет важным ваш ответ на этот вопрос. Фархад, смотрите, как вы думаете, сейчас я не говорю, и говорю и на официальном отношении, да, и на общественном. Как вы думаете, азербайджанское общество и азербайджанское государство ждет в регионе Запада, западных институтов, речь идет о Евросоюзе и НАТО. Насколько это вероятно, чтобы Азербайджан присоединился, хоть проявил желание присоединиться к этому формату? Или для Азербайджана главным, так сказать, источником своего развития на долгие времена останется только его стратегический союзник Турция? Спасибо за вопрос. Это очень, скажем так, глубокая, сложная тема. Дело в том, что азербайджанское общество, оно неоднородно. И утверждать, что все оно целиком устремлено своими мыслями и своими какими-то устремлениями в Европу тоже нельзя. Но я могу сказать одно явно. Ясно то, что наиболее образованная часть общества, наиболее эрудированная часть общества, молодое поколение, жители крупных городов, особенно в частности те, которые получали образование либо в Баку, либо за рубежом, эти люди однозначно в той или иной степени устремлены в своих взглядах, в своих устремлениях на Запад. То есть они хотели бы видеть свою страну, свое общество частью в той или иной степени, частью западной цивилизации. Конечно, мы понимаем, что страны Южного Кавказа это не европейцы, то есть ни азербайджанцы не европейцы, ни грузины, ни армяне. То есть я сейчас не говорю об индоевропейских корнях того или иного народа, я говорю о текущей ситуации. То есть географически, культурно, несмотря на какие-то исторические корни, мы сейчас, конечно, другие люди, культуры другие и так далее, контекст совсем другой. Но в целом образованная часть общества у нас, по крайней мере, я, в принципе, общался с коллегами из Грузии, я знаю, что в Грузии то же самое. Насколько я могу судить по печати, в Армении тоже, в принципе, то же самое. То есть наиболее образованная часть общества понимает, что, в принципе, альтернативы на сегодня западному пути развития нет. То есть плохо это или хорошо, это отдельная тема, я сейчас не об этом, но альтернативы нет. То есть у нас либо мы пытаемся работать в направлении Запада, либо мы откатываемся назад в авторитаризм, опять вот что-то советское, российское, вот такое вот мировосприятие. И это опять будет болото, то есть мы опять уходим назад. То есть советский опыт, он, конечно, тоже сложный. Я сейчас не хочу сейчас такие пропагандистские лозунги какие-то использовать. Советский опыт был очень сложный, там много всего было переплетено. Я считаю, что какие-то позитивные моменты, конечно, можно было бы использовать и оттуда, но в общем и целом он, конечно, себя изжил, исчерпал. То есть потенциал советского опыта уже исчерпан. То есть назад дороги нет. Единственная назад дорога, это вот, как кто-то пошутил, Таежный союз. Это не таможенный, а вот Таежный союз. Да, то есть вот это альтернатива. Но ее, собственно говоря, опять же, здравомыслящие, образованные, эрудированные люди, конечно, из этого не хотят. Но с другой стороны, я опять должен подчеркнуть, что мы живем в реальном мире, правильно? И несмотря на то, что образованные, эрудированные, как я сказал, люди имеют определенные устремления, мы все находимся в этом прокрустовом ложе вот этой географии и вот real politics, потому что Россия это давлеет над нами, понимаете? К сожалению, мы пока что ей толком противопоставить ничего не можем. И несмотря на всю свою, скажем так, какие-то определенные отставания от Запада, от США, от Китая, технологические и прочее, прочее, но для нас это сила, к сожалению, и нам как-то с этим надо считаться и что-то в этом направлении делать. Ну, какие-то моменты я до этого уже упомянул, когда я сам выступал, повторяться просто не буду. А в целом, да, вот касательно вашего вопроса, то, опять же, общество азербайджанское, оно неоднородно, но те свои общества, которые образованы, особенно молодежь, на 99%, наверное, они, да, они устремлены на Запад. Но насколько это все можно сделать и реально имплементировать, это тоже большой вопрос. Но это вопрос времени все равно. Да, что что? Это вопрос времени. Да, да, это вопрос времени. Главное, что это видно, признаки этого видны. Вы так изложили это, что признаки видны на это, да, вы думаете? Да, да, то есть молодое поколение, молодежь поколения, они смотрят на Запад. Вопрос в том, как мы это сможем все конвертировать в реальность. Имплементировать в реальности, да, правильно, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие коллеги, большое спасибо вам. У нас уже в начале написали, что наши слушатели уже требуют вторую часть нашей конференции на грузинском языке. Ну, извините, дорогой, как по-грузински говорится, да. Большое спасибо, мои дорогие друзья. У меня были еще вопросы очень интересные к Владимиру Копчаку, Андрею Рудику, моему другу Миколу Полевому. Ну, вы понимаете, да, ну, пошло так ситуация, что уже мы больше три часа уже ведем конференцию, и мы должны перейти на грузинскую часть конференции. Огромное вам спасибо, уважаемый, дорогой друг Фархад, Рубен мой друг, Андрей Владимировичу, Пионтковскому и всем, Миколу Полевой. И благодарю вас, большое вам спасибо, и мы обязательно встретимся уже в мае на другой тематике, и думаю, что будет у нас дискуссия такая же интересная, как была сегодня. И мы будем, и наши слушатели будем всегда рады услышать вас в следующий раз, и еще раз большое вам спасибо. Спасибо. Господин Ливан, господин Сулько, поблагодарим нашим гостям в двух словах и перейдем к второй части. Спасибо всем. Спасибо, счастливо вам. Спасибо, спасибо огромное за такую интересную конференцию. Я думаю, начало положено, очень интересно, и как будет возможность, думаю, что надо всем собраться в Тбилиси и более конструктивно побеседовать за столом. Я думаю, все серьезные дела решаются за столом. Это в Грузии так принято, и на Кавказе вообще-то. Фархад и Рубен согласятся со мной, что это у нас так принято. И в этом второй части, за столом, больше всего решаются очень фундаментально важные вопросы, кстати. Хочу подчеркнуть. Хорошо, мои друзья, коллеги, до свидания. Счастливо вам. До свидания, счастливо. Господин Никола, Андрей, мы думаем, что мы скоро увидимся уже в Украине. До встречи, счастливо. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok